Всем привет, меня зовут Чтений Дмитрий, я работаю в компании Одноклассники. Сегодня мы поговорим про распределённые системы и распределённый консенсус. Такая задача, которая возникает в распределённых системах. Начнём мы с примера, где я попытаюсь проиллюстрировать те проблемы, которые возникают. Вот, например, наш классический сервис мы делаем, у него трёхзвенная архитектура. Кто знает, что это за трёхзвенная архитектура? Это когда... Ну, вы говорите про сервисы, да? Ну, это и стоит. Да, всё правильно. Это трёхслойная архитектура, где есть клиент, где есть сервер приложений и где есть сервер баз данных. Вот, что в ней плохо. Вот у нас всего по одной штуке. Всё правильно. С одной стороны, да, у нас, если будет много запросов, нам нужно как-то масштабироваться. Как мы можем масштабироваться? Всё правильно. Да, мы можем добавить серверов приложений и сможем... С одной стороны, мы сможем обрабатывать большую нагрузку, а с другой стороны, выпадение одного сервера нам ничего сильно не испортит. Вот. А что плохо теперь? Да, у нас база одна. То есть, если сервер приложения мы как-то отмасштабировали с базой данных, у нас проблема. Что мы можем сделать здесь? Кэш добавить. Кэш? Кэш мы можем добавить, но он такой, это ограниченная возможность. Если у нас кэш-хит маленький, например, и всё равно, ну вот у нас природа профиль запросов такой, что они не укладываются в кэш, и всё равно на базу очень много запросов. Масштабировать базу. Масштабировать базу как? Ну, крепить можно. Всё правильно. Сделайте, например, реплицированную базу данных. То есть, у нас появляется лидер, появляются фолловеры, все записи идут на лидер, чтение происходит с фолловеров, и при этом лидер реплицирует записи на фолловеров. Вот. Что плохо здесь? Очень многое. Может, сочетаться? Да. Подтягивайте, потому что... Большая музыка, да. Лидер все. Да, всё правильно вы говорите. Было сказано то, что появляется сам факт репликации, это влечёт за собой определённые проблемы, то, что есть отсталые записи, можно прочитать что-то устаревшее, репликация сама может сломаться, система в целом становится ещё более сложной. И, как правильно отметили, то, что у нас все записи идут через лидер, и лидер может стать узким местом. Но мало того, что он может стать узким местом, он, в принципе, может выпасть внезапно, там, какой угодно сбой произошёл, и после этого мы остаёмся в системе, где у нас нету записи вообще. Мы не можем обрабатывать запросы на запись. Вот, что теперь нам делать? Динамически выбрать нового лидера. Вот, а как это сделать? Вот. Мысли в правильном направлении. Прозвучало, что нужно как-то выбрать нового лидера, но выбрать его нужно так, чтобы все сошлись на том, что это новый лидер. И он один. Вот, а что будет, если два лидера появятся? Да, появится рассинхрон данных. И чем это плохо? Да, всё правильно. А будет система, придёт неконсистентное состояние, а в некоторых ситуациях, если используется, например, MasterSlave репликация, то репликация в целом может поломаться, и это вообще чревато не только неконсистентными данными, а потерей данных вообще. Потому что, может быть, будут такие конфликты, которые мы никак и разрулить не сможем, нам придётся удалить часть данных. То есть здесь у нас возникает задача распределённого консенсуса, чтобы выбрать одного конкретного лидера, и чтобы все узнали, что это лидер, и обращались с ним как с лидером. Следующий пример. Например, у нас тоже наш сервис, и он, например, оказывает какие-то платные услуги на нашем сайте пользователям, и при этом он должен списать с них деньги. При этом у нас приложение в одном виде живёт, экземпляр приложения. Что тут плохо? Сняться и положиться. Да, с одной стороны здесь может быть такая штука, что с одной стороны мы списали, но не оказали услугу, с другой стороны мы могли оказать услугу, но не списать денег. У нас, да, здесь нету такой консистентности между системами, нам нужно что-то вроде распределённых транзакций. Вот, а с точки зрения операционной, вот что плохо, у нас одно приложение. На самом деле всё просто, оно может выпасть. Вот у нас это приложение, оно выпадет, и тогда у нас мы не сможем ни снимать деньги, ни назначать. Мы должны будем прийти, или какой-нибудь администратор, или ответственный за этот сервис, и поднять, там что-то поставить новое. Возможно, это среди ночи нужно будет делать. Поэтому здесь точно так же решается избыточность, ставится ещё один сервер приложений, каждый из которых может выполнять вот эту вот задачу по оказанию услуг и снятию денег за эти услуги. Но проблема в том, что если они не будут синхронизироваться между собой, то при обработке какой-нибудь задачи они могут, например, снять два раза деньги за одну и ту же услугу. Это не очень хорошо. Соответственно, им нужно каким-то образом синхронизироваться между собой. Вот как это можно сделать? Вот как потоки между собой синхронизируются? Java, например. Как? Да, есть примитивы синхронизации. Например, mutex, locky, simaphore. И они, часто мы привыкли про них думать, что они в рамках одного процесса и между потоками. Ну, либо синхронизация между процессами. Вот, на самом деле, точно такая же синхронизация может быть использована при работе с несколькими процессами, которые живут на разных физических машинах. Вот, и тогда мы получаем задачу распределённой блокировки. То есть нам нужно, чтобы какая-то задача на одной машине захватила эксклюзивную эту блокировку, и пока она её держит, никто из соседних машин не смог захватить эту же блокировку. То есть мы берём лог на выполнение задачи. То есть у нас возникает задача в распределённой системе делать распределённый лог. Вот, и как это делать? В базе, наверное, как-то помечать данные, с которыми мы работаем. Да, мы можем взять реализационную базу данных, сделать какой-нибудь select for update или ещё какими-то механизмами. Вот, но мы это делаем. Как правило, захват лог — это запись. И, возвращаясь к предыдущей картинке, это вызов на мастер. Мастер может выпасть. Промежуточный распределитель нагрузки. Наверное, это балансировщик нагрузки. А что он даст? У нас здесь нету проблемы в количестве запросов. То есть у нас, например, задача выполняется, например, раз в 5 минут. Соответственно, раз в 5 минут надо захватывать лог. И кто первый захватывает, тот и выполняет задачу, например. Вот, проблема в том, как вот этот лог захватить. Как устроить вот эту систему, чтобы лог в распределённой системе брался эксклюзивно. Вот, это не очень просто, и вот ровно про это мы сегодня будем говорить. Проблему мы обрисовали, теперь мы посмотрим на какие-то свойства распределённых систем. В первую очередь, что такое распределённая система. Там очень много терминов может быть использовано для определения основных участников. Они могут называться узлами, процессами, обработчиками, экторами. Всё это, на самом деле, синонимы. При этом ключевой особенностью распределённой системы является то, что эти компоненты взаимодействуют между собой отправкой сообщений. И то, что все эти компоненты, они не просто так что-то там делают, посылают друг к другу сообщения, они нацелены на то, чтобы выполнить какую-то цель, какую-то полезную цель, прийти, в общем, сделать что-то полезное. Примерами распределённых систем можно посмотреть, распределённые системы бывают очень разных масштабов. Например, если мы посмотрим на многопроцессорную архитектуру, где каждый процессор имеет свою память, и они обмениваются сообщениями, то это тоже будет распределённая система. Но она будет не очень географически распределённой. Если же мы посмотрим на систему какого-нибудь веб-сервиса, которая состоит из базы данных, серверов приложений и клиентов, то это уже получается более географически распределённая система, но свойства у неё те же. У неё есть независимые компоненты, они обмениваются какими-то сообщениями, и всё это служит для того, чтобы выполнить какую-то одну большую задачу. В общем случае распределённая система состоит из узлов, у каждого из которых есть процессор, есть память, и они общаются через какую-то сеть. При этом стоит отметить, что если все процессы, когда обработчики, узлы, основные участники распределённой системы, они работают независимо друг от друга. То есть когда возникает где-то на одном узле событие и на другом узле возникает другое событие, не всегда можно сказать, какое событие произошло раньше. То есть между событиями, которые возникают на разных узлах, нет порядка. Его можно только пытаться каким-то образом вводить. Вот, например, у нас есть три здесь узла, или процесса, неважно. Они посылают друг другу сообщения. К примеру, сообщения М1 и М4, они вот так вот с точки зрения вот этой левой прямой времени, они отправлены одновременно. Но какой из них раньше, какой позже. Вот одно дошло раньше до П2, а другое дошло позже до П2. Можно ли сказать, что одно из них раньше другого, другое позже? Или там произошло до? Нельзя сказать. Или вот, например, сообщение М2, оно отправлено позже, чем М4, но оно дошло раньше, чем М4. То есть какой здесь порядок? Здесь вот нет никакого порядка на самом деле. Это события независимые. Но, в принципе, независимость событий, она так и определяется, что если два события независимые, если одно как-то знает о другом, или же оно основано на нем, если же два события независимые, там А независимо от Б и Б независимо от А, то такие события называются конкарно событиями. Вот. Как вообще вот мы можем вводить порядок на событиях? Какие вы слышали подходы? Кавка. Кавка – это продукт, да, через КАТК, для… Ну, это распределенная очередь сообщений. Но здесь вопрос стоит не про конкретные решения, а про подходы. Например, мы можем взять и каждому событию пределать System Quarantine Meleys. Мы получим какую-то временную метку у каждого события. Вот. И чем это плохо? Или хорошо? Вот. Каждое следующее событие за логарифм придется брать. Почему за логарифм? Ну, скорее всего, либо его добавлять придется в логарифм, либо брать. В зависимости от того, что… Вопрос на самом деле в том, что у нас, например, есть две машины, вот, и одна отправляет сообщение, другой, и другая отправляет сообщение первым. Вот. И у этих сообщений мы можем проаннотировать их, выставив System Quarantine Meleys времени отправки. И тем самым мы думаем, что мы ввели вот за счет вот этих временных меток порядок. Если временная метка события меньше, чем временная метка другого события, то это событие переношло и раньше другого события. Вот. Ну, вроде все просто, да? Вот. Но эта штука не работает. Вот. Она не работает, потому что на разных машинах часы расходятся. Вот. Они расходятся по многим, из-за многих причин. Первая причина – это то, что не очень понятно, как вот выставить начальное время. То есть, если мы возьмем, захотим сделать, что исходное время мы берем с какого-то одного сервера, вот, то для отправки вот этого времени на другие сервера нам тоже потребуется время. И это время, оно ничем не зафиксировано. Вот. Есть разные алгоритмы, например, NTP или PTP, которые пытаются учесть вот эти вот сетевые задержки при выставлении времени, но у них тоже ограниченная точность. В общем, нам, чтобы отправить время, нам нужно время, и оно заранее неизвестно. Вот. Из-за этого мы даже начальное состояние синхронизировать не можем на разных машинах правильно. Другой момент – то, что даже если мы могли синхронизировать, то часы, они будут расходиться. Они расходятся, потому что это особенность часов на кварцевых кристаллах. Там частота вот этих тиков, которые они выдают, она сильно зависит от окружающей среды. Например, там, от температуры, от влажности, не знаю, но температуры точно. Вот. Ну и, возможно, от магнитного поля тоже. Но это не точно. Может, от фазы Луны, не знаю. Ну, в общем, они расходятся, и это как хорошо, так и плохо. Вот, например, некоторые генераторы случайных чисел используют этот факт, что на разных машинах часы идут по-разному. Вот, и поэтому случайные числа, сгенерённые на разных машинах, они гарантированно более случайные, чем сгенерённые на одной. Но, каким бы неточным не было упорядочивание по System Current Time Melis, такое упорядочивание называется глобальные часы. Вот. Иногда оно применяется. Например, у Google is Serbs Google Spanner. Это такая большая распределённая база данных, причём её узлы могут стоять в разных частях земного шара. Вот. И для того, чтобы вести как-то порядок на событиях, которые возникают, например, события, которые возникают в базе данных, это запросы на запись и запросы на чтение. Чтобы как-то их упорядочить, Google сделал сервис TrueTime. И там ключевая идея такая, что, с одной стороны, в дата-центрах стоят атомные часы, которые намного точнее, чем кварцевые часы. С другой стороны, через GPS они ещё синхронизируются между собой. И третий момент, что, когда мы получаем временную метку, мы на самом деле не получаем ни один таймстэмп, а мы получаем интервал. То есть, этот интервал говорит, что, скорее всего, время от сих до сих с какой-то максимально допустимой ошибкой. Если у двух событий вот эти временные интервалы не пересекаются, то, значит, одно гарантировано. Одно прошло до, другое после. Вот. Если же интервалы начинают пересекаться, то тут это конфликт, и надо привлекать какой-то механизм резолова конфликтов. Вот. Что здесь хотелось сказать? То, что глобальные часы не работают, либо работают, но они очень дороги. Есть ещё, можно пытаться вводить частичный порядок на события. Если вы слышали таймстэмпы Ламперта, векторные часы, матричные часы. Нет? Вот. Ну, ходят слухи, что у вас будет такая лекция. А? Будет. Будет такая лекция, вот, поэтому вы обязательно узнаете. На самом деле, сегодня у нас такая лекция, она больше обзорная, потому что по каждой той теме, которую мы рассматриваем, наверное, синхронизация, порядок событий, ещё что-то. По ней в Computer Science существует целый отдельный раздел, который это изучает. Вот. И нам как раз важно не углубляться в эти разделы, а просто обозначить проблемы и обзорно посмотреть, какие решения их проблем существуют. В чём смысл частичного порядка? В том, что... Или же, можно сказать, здесь логический порядок. В том, что между событиями вводится хоть какой-то порядок, он может не соответствовать действительности, он может не соответствовать физическому времени, вот, но он хоть какой-то. И он может противоречить пользовательскому восприятию поведения системы. Но это хоть что-то, и с этим иногда можно что-то делать. И теперь мы что получаем? Мы получаем то, что у нас... Мы можем знать наверняка, что в рамках одного процесса у нас события возникают последовательно. На самом деле это и есть определение процесса, что это последовательные вычисления какие-то. Поэтому для процесса мы можем установить порядок. И мы, скорее всего, предполагаем, что сообщение получается после того... Получатель... до получателя доходит сообщение после того, как оно было отправлено. Ну, иначе это что-то не из нашей Вселенной. Вот. И с этим приходится работать. Помимо всего прочего, все компоненты в распределённой системе, они сбоят. Вот абсолютно все. У нас любой узел или процесс, он может умереть. Процесс может умереть из-за какой-то ошибки, из-за бага, из-за того, что кто-то там его руками прибил киломинус девять. Узел, он может умереть из-за того, что ему отрубили питание, или что-то у него там просто перегорело. Или его залило водой. Что угодно может быть. Сеть тоже ненадёжна. Все эти события, которые мы отправляем по ней, они могут теряться, приходить переупорядоченными, либо вообще, если у нас нет каких-то проверок целостности, то они могут приходить битами. Вот. Не зря же существует куча протоколов, там, например, TCP, который пытается ввести порядок между... отправляем, ну, который не запускает переупорядочивания, дубликатов. При этом никто не отменял то, что у нас, в принципе, все это может быть неправильно сконфигурировано человеком. В общем, любая распространенная система, она полна ошибок. Ошибки там на каждом шагу. И, ну, от них никак не избавиться. Их можно только пытаться минимизировать, но избавиться на 100% от них никогда не получится. Вот. А ещё дело усугубляется тем, что бывают какие-то злонамеренные атаки, которые придут нам, хакеры сломают нас и всё удалят с диска. И вообще всё плохо. На самом деле можно выделить три типа сбоев. Это просто крыши, когда у нас просто приложение выпало. Это потери, когда у нас теряются сообщения. И так называемые византийские сбои – это как раз какое-то злонамеренное поведение. Это взломы, подмена содержимого в сообщениях, подмена поведения процесса, ожидаемого поведения процесса и так далее. И нам казалось бы, что… Вот с чего мы начали? Мы начали с того, что у нас изначально была один сервер-приложение, одна база данных и множество клиентов. И всё было в целом нормально. Но нам показалось это ненадёжным. Мы стали добавлять какую-то избыточность, добавлять сервера приложений, делать реплицированную базу данных, выделять какие-то роли лидер-фолловер. Но тем самым всё это ещё больше ломается. И мы вроде как делали распределённую систему для того, чтобы она была надёжной, а всё в ней очень ненадёжно. Поэтому наша задача как раз в том, чтобы строить, придумывать способы, как на основе всего ненадёжного делать надёжное. И для того, чтобы как-то ограничить себя, мы должны принять ту или иную модель сбоев, какая бывает в нашей системе. Моделей сбоев, их на самом деле несколько. Есть простая модель сбоев. Там процессы выпадают, сообщения теряются. И в целом ничего плохого не происходит. И византийская модель сбоев, когда узлы могут себя вести злонамеренно, там им нельзя до конца доверять. Мы будем на самом деле рассматривать только первую часть, потому что это больше относится к практике, когда у нас свой какой-то сервис, и мы внутри своего сервиса доверяем друг другу. Ну, если нам его не взломают. Теперь, если посмотреть на то, как отправляются сообщения, вообще сообщения отправляться могут двумя способами. Синхронно и асинхронно. В случае синхронного обмена сообщений в системе существует какая-то верхняя граница, за которую сообщение дойдёт от одного узла до другого. И в такой парадигме очень легко проектировать протоколы. Мы точно знаем, что за это время оно дошло. Но это несбыточная мечта, это какие-то маленькие встроенные системы, где нет никаких посторонних шумов, они только не такое обеспечивают. А на деле же мы получаем асинхронный обмен сообщениями, когда то, что до получателя не дошло сообщение, это не значит абсолютно ничего. Это может быть, что отправитель его не отправил, либо же это значит, что оно потерялось где-то в дороге, либо же просто сам получатель умер, и ему оно пропустил его в тот момент. Поэтому здесь ничего сказать нельзя. И в этих условиях уже проектировать какие-то решения уже сложнее. Но это приходится делать, потому что такая ситуация встречается на каждом шагу. То есть взять тот же Ethernet, что мы отправили кадр в сеть, и всё. И мы забыли, мы не знаем, что там есть. То же самое даже не Ethernet, а уже IP сам протокол. Мы отправили IP-пакет, и всё. И забыли. Поверх этого как раз делают всякий протокол уже TCP, например. Но под капотом там лежит асинхронный обмен сообщениями. И того, что мы имеем. Мы имеем то, что у нас все процессы работают независимо. Порядка между событиями нету. Либо он вводится очень тяжело, либо он какой-то не очень полноценный этот порядок. Всё при этом ещё ломается. Но нам нужно из всего вот этого добра делать что-то устойчивое. Что-то устойчивое к сбоям. Вот здесь к этому моменту всё понятно. Есть какие-то вопросы там? Не стесняйтесь. Значит, как же нам делать из ненадёжных компонент надёжные системы? Идея такая. Подход называется реплицированные конечные автоматы. Кто знает, что такое конечный автомат? Все знают, что такое конечный автомат. Кто ответит? Это механизм, по которому какой-либо объект может изменять своё состояние в течение времени. То есть, если там какое-то событие произошло, то такое изменение. Да, в целом правильно. У нас есть какая-то машина, у неё есть какие-то состояния и есть правила переходов. Есть входные данные и по правилам переходов машина из одного состояния переходит в другое. Какой здесь ключевой момент? Конечное количество состояния, всегда есть переход. Да, это так. У нас хорошо, что оно конечное. Всегда есть переход. И самое главное, что этот переход детерминированный. То есть, если мы применяем одну и ту же входную последовательность к одному и тому же конечному автомату, мы всегда получим один и тот же выходной результат. И по-другому быть не может. Это определение, ну, одно из свойств конечного автомата. И на этом как раз основана идея, что если мы возьмём несколько узлов, на каждом узле поставим по конечному автомату, изначально они будут в одинаковом состоянии, и на каждом из узлов выполним одну и ту же последовательность команд, мы получим одно и то же состояние на каждом узле. Логично. Соответственно, нам что остаётся? Нам нужно сделать так, чтобы вот этот вот лог команд для конечного автомата, он на каждом узле был одинаковый. К примеру, если мы этого добьёмся, то мы сможем, например, сделать отказоустойчивую базу данных. У нас на каждом узле будет стоять база данных, на самом деле, можно смотреть как на базу данных, можно смотреть как на конечный автомат. Если убрать всякие недетерминированные функции, типа рандома, инкрементов каких-нибудь непонятных, то мы получим конечный автомат, если мы на всех экземплярах баз данных будем применять одну и ту же последовательность обновлений, мы получим одно и то же состояние. Кроме того, что может быть обычная база данных в качестве конечного автомата, также может быть какой-то специальный сервис, который осуществляет распределённые блокировки, например, либо же в качестве конечного автомата может быть распределённая очередь. То есть здесь почти всё можно выразить в виде конечного автомата. И поэтому мы таким образом свели задачу к тому, как нам надёжно реплицировать вот этот вот лог-команд. При этом нам нужно что? Нам нужно, чтобы команды доходили, один и тот же набор команд доходили в одном и том же порядке. То есть порядок может быть один и тот же, но если мы пропустим что-то, то это будет уже не то. Поэтому множество команд должно быть одно и то же. При этом мы должны не забывать, что у нас всё ломается, как и сами узлы могут выпадать, так и вот эти команды при отправке по сети могут пропадать или дублицироваться. И при этом у нас нету какого-то глобального порядка изначально. То есть вот у нас вот это вот место, оно остаётся под вопросиками. Если вот мы решим вот эту задачу, мы решим, мы сделаем реплицированный конечный автомат, который у нас будет отказоустойчивый и распределённый. И в консистентном состоянии он будет находиться. Вот. И вот это вот облачко, вот задача вот этого облачка по доставке, надёжной доставке сообщений, играет такой примитив, как Atomic Broadcast. Что такое вообще Broadcast? Широковещание. Да, это вот когда кто-то отправляет к какому-то множеству получателей. Вот на самом деле здесь это название, мне кажется, я могу ошибаться, оно не очень точное, потому что во всех алгоритмах мы знаем, кому мы отправляем, знаем список получателей, поэтому это, если смотреть формально, это мультикаст. Есть Unicast, когда один одному отправлять, мультикаст один многим, и Broadcast, когда один всем неизвестно кому. Но почему-то по историческим причинам здесь закрепилось название Broadcast, поэтому мы будем следовать этому. То есть у нас есть какое-то событие, и оно отправляется всем участникам. И вот Atomic Broadcast – это как раз тот примитив, который решает нашу задачу. С одной стороны, он доставляет одно и то же Broadcast – это что? Это доставка всем, а Atomic – это значит, что либо событие дошло до всех, либо если оно не доходит в конечном итоге до всех, то создается ощущение, как будто бы этого события вообще не было. То есть если оно не реплицируется на всех, то состояние системы не меняется вообще никак. То есть как будто бы этого события не было. Вот если у нас есть такой примитив, мы его кладем вот в это облачко с вопросами, используем для репликации и получаем хорошую распределенную систему, которая устойчива к отказам. Да. Так, а вот получатели как они между собой узнают, что они все получили это сообщение? А вот в этом-то и задача вот этого Atomic Broadcast. Это такой примитив, который вот решает вот эту задачу. Дальше мы посмотрим, как он устроен. Это вот как раз основная тема лекции. Как вот они будут узнавать, что все получили. Другой примитив – это распределенный консенсус. В чем он заключается? Он заключается в том, чтобы в распределенной системе все узлы в конечном итоге сошлись на каком-либо значении. Вот это значение, оно не хорошее, не плохое, оно какое-то. Они все в конечном итоге должны на нем сойтись. Например, это значение может быть, кто же лидер. Когда в самом начале у нас реплики должны были выбрать лидера, то вот это значение – это был бы идентификатор лидера или его сетевой адрес какой-то. Также вот этим вот значением это может быть позиция вот этого лога команд для конечного автомата. Вот если узлы в системе могут договариваться таким образом, то они могут договориться о том, на каждую входящую команду они могут договориться, в какую позицию этого лога она встает, и применить ее. И на самом деле за счет этого получается, что в целом эти примитивы, они эквивалентны. То есть если у нас имеется примитив, который реализует алгоритм, который реализует atomic broadcast, мы автоматом получаем консенсус. Просто каждый узел принимает первое пришедшее значение. По определению broadcast, значение доставляется в том же порядке, и в том же составе. Тут все просто, да? Понятно, почему эквивалентно? Или не очень понятно? Сейчас. Кто понял? Кто понял? Broadcast управляет всем сообщением. Каждый узел выбирает то значение, которое пришло первым, и они между собой соглашаются. Тем самым они... А, и у них у всех поэтому будет всегда одно значение. Ну, они все сойдутся на этом значении, да. Просто есть свойства atomic broadcast. Atomic broadcast – это алгоритм, который нам позволяет отправлять, отправлять, доставлять исходящие события до всех узлов в одном и том же порядке и в одном и том же составе. То есть такой поток получается в сообщении. Одно и то же множество событий в одном и том же порядке. На всех узлах. В конечном итоге. Соответственно, чтобы нам здесь получить... Сойтись на каком-то значении, то нам достаточно это значение пропустить через этот atomic broadcast. В конечном итоге оно дойдет до всех узлов, и то значение, которое пришло первым, узел считает, что вот мы сходимся на этом значении. То есть, грубо говоря, кто-то берет и говорит, что вот этот вот узел, вот эта реплика теперь будет лидером. В конечном итоге это значение оседает за счет atomic broadcast на всех репликах, и все реплики приходят к консенсусу, что да, вот это лидер. Обратное тоже на самом деле все просто. Если у нас узлы могут договариваться о... сходиться на каком-то значении, они будут сходиться на последовательности, на порядковом номере приходящей команды. И тем самым они сделают atomic broadcast. Вот здесь немного похитрее. То есть, идея в том, что у нас, например, отправитель может слать какие-то команды конечному автомату, распределенной системе конечных автоматов, узлам. Вот, каждый узел перед тем, как применить команду к своему конечному автомату, они что сделают? Они между собой обговорят про... обсудят позицию вот этой вот команды в этом логе. Ну, потому что командочки складываются в лог. Ну, точнее, они... Сейчас я не знаю, как сказать. Когда приходит команда на узел, участники могут договориться о том, например, выполнять ее или нет. Вот, пришла команда, пока они... Одна команда, ровно одна команда. Если все участники, например, договорились, что в конечном итоге они ее принимают, то они ее применяют к конечному автомату. Вот, в следующем пришла следующая команда. Участники точно так же договорились между собой. Вот, тем самым... Ну, если они умеют это делать. Тем самым, если они это умеют делать, то с точки зрения отправителя, вот это вот их последовательное соглашение о том, что они принимают или не принимают эту команду, оно выглядит как атомикберодкаст. Потому что в конечном итоге событие либо доходит до всех и применяется везде, либо оно не применяется нигде. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Это понятно? Кому понятно? Ну, может быть, сначала не очень интуитивно, но потом должно стать понятно. Вот, и что не переживать, это просто лекция обзорная. Здесь мы глубоко сюда копать не будем. Вот. Соответственно, если у нас есть тот или иной примитив, поскольку они эквивалентны, то мы вот это облачко заполняем вот этим вот алгоритмом. И тогда получаем надежную распределенную систему. То есть у нас идея была такая, что, имея конечный автомат, мы свели задачу к тому, что нам нужно реплицировать команды к этому конечному автомату надежно. вот, и репликация за репликацию отвечает такой класс алгоритмов. Вот, и теперь мы их рассмотрим поподробнее. Теперь мы приступим к тому, что рассмотрим конкретные алгоритмы достижения распределенного консенсуса. Если на любой алгоритм посмотреть издалека именно распределенного консенсуса, то он выглядит так, что у нас есть несколько реплик в системе. Среди них сначала нужно выбрать какого-то лидера-координатора, чтобы он всем процессом управлял, согласование значений управлял. После того, как мы этого лидера выбрали, этот лидер начинает предлагать какое-то значение. После того, как реплики, они могут принять, так и не принять это значение, и если вдруг реплики принимают, они подтверждают, что окей, мы это значение готовы принять, то после того, как лидер получил такой ответ от большинства реплик в системе, то он считает это значение принятым и каким-то образом его фиксирует. Это вот абстрактно, здесь три фазы. Вы выбрали лидера, предложили значение, если значение все приняли, то оно считается зафиксированным в системе. Дальше мы будем различные алгоритмы смотреть, как у них вот в эти фазы оно укладывается. Ключевой момент здесь, что нужно дождаться ответов от большинства. То есть вот этот вот АК, он должен прийти от большинства узлов в системе. Что такое большинство? Большинство – это все, что больше половины. Если в системе у нас 2n плюс 1 узлов, то выпадение n узлов мы можем пережить. Вот, собственно, n пополам плюс 1 – это и есть кворум. А в чем вообще смысл вот этих вот кворумов и большинства? Основная идея в том, что любые два большинства элементов из системы, они имеют непустое пересечение. И, соответственно, пока у нас живо большинство элементов, то среди них есть всегда один какой-то элемент, который обладает самыми актуальными знаниями. Здесь понятная идея про кворумы. Вот, соответственно, ключевой момент… Ключевые ставочки, пересечение. Про множество, да, не очень понятно. Вот у нас есть в системе, например, у нас есть в системе 3 узла. Вот, что такое множество здесь? Большинство. Два узла? Два любых узла. Так ведь? То есть это может быть как вот такая конфигурация, так и такая конфигурация, да, так и такая конфигурация. Так ведь? Вот, и если мы возьмем любые два большинства, среди них всегда будет минимум один элемент общий. Они всегда пересекаются между собой. Да. Так ведь? Да. Вот, и в этом-то как раз ключевой момент, что пока у нас живо большинство узлов в системе, то всегда будет какой-то узел, который хранит самые актуальные знания. То есть у нас… Если мы отреплицируем, например, данные на B и C, то у нас могут выпасть, пока у нас живо большинство, любое большинство, у нас данные всегда будут есть. Например, если у нас… Мы отреплицировали на B и C, выпало A, но и выпало, там и не было. Вот, выпало B, там было, но осталось C. Выпало C, там было, но осталось B. Мы значение зафиксировано не потеряем. Вот в этом вот ключевой момент, ключевая идея кворумов. Вот, и в общем случае кворум – это что-то чуть больше половинки. Число узлов пополам плюс один. Эти кворумы, они будут повсюду. Вот кто знает двухфазный, трехфазный коммит? Кто что-нибудь слышал? Не изучали еще, да? Ну вот это распределенные транзакции, слышали? Сергей Михалев, да? Он упоминал. А, упоминал. Ну, на самом деле, вы с самого начала лекции произнесли, когда сказали, что, когда была вот эта вот картинка со списыванием денег, что у нас вот мы списали в одном месте, оказали услугу в другом. Это разные системы, и здесь у нас нет томарности. Вот, нам нужна распределенная транзакция. Чтобы у нас либо мы и там, и там списали, либо нигде не списали. Ну, и там, и там списали, и там оказали услугу. Тогда, наверное, это слайд не очень актуальный, просто здесь я хотел бы отметить основные отличия алгоритмов консенсуса от алгоритмов двухфазного и трехфазного коммита. Идея в том, что, ну, если кратко, как работает двухфазный коммит? Если у нас есть множество баз данных распределенных, то и нам нужно сделать распределенную транзакцию, то выделяется какой-то координатор, либо транзакшн-менеджер, он называется в этом классе алгоритмов. Он сначала отправляет всем узлам, что он отправляет? Он отправляет, я не помню точно название, по-моему, отправляет prepare. Он говорит, что спрашивает, готовы ли вы закоммитить эту транзакцию. Если все узлы готовы закоммитить эту транзакцию, они ему отвечают, ок, мы готовы. Если транзакшн-менеджер получил от всех ок, он говорит всем коммити. И все говорят, ему все закоммичено. Вот здесь вот две фазы, prepare ок, commit ок. Отсюда идет название двухфазного коммита. Но здесь много проблем. Ключевой момент то, что там выпадение одного узла из множества реплик, оно приводит к блокировке транзакции. В двухфазном коммите мы требуем, чтобы commit произошел на все. Если он не может перейти на все, то транзакция откатывается. Соответственно, в том классе алгоритмов мы не можем переживать выпадение даже одного узла. Здесь же мы можем выживать выпадение чуть меньше, чем половины. То есть пока у нас живо большинство узлов по дизайну, мы будем работать. Другой момент то, что там, если вдруг кто-то в двухфазном коммите, если кто-то из узлов отказывается принимать транзакцию, то нам нужно посылать специальную команду аборт, если кто-то не принял. Ну и в двухфазном коммите никогда не говорится о том, как выбрать координатор менеджера, как обрабатывать его выпадение. Такие вот моменты. А в алгоритмах распределенного консенсуса – это неотъемлемая часть самого алгоритма. Эти вот три значения. То, что мы не требуем живости всех узлов, нам достаточно живости большинства. И то, что выбор лидера – он неотъемлемая часть протокола нашего. И если мы посмотрим на каждый протокол распределенного консенсуса, какие в нем могут быть сбои. Если у нас сбойнула какая-то меньшая часть реплик, а большинство осталось живо, то наш алгоритм будет работать по дизайну. То есть все алгоритмы строятся так. Если же у нас большинство реплик выпало, то алгоритм останавливает работу. Почему так? Потому что нельзя гарантировать, что те значения, которые мы зафиксируем, они действительно не потеряются. Ну, то есть если у нас выпало вот здесь вот два узла, а здесь не очень хорошо. В случае с пятью, например, у нас выпадет четыре узла, у нас останется… Нет, в случае с пятью у нас выпадет три узла, тогда у нас останется два узла, и не факт, что на них останется актуальное знание. Потому что пример можно показать… Сейчас рисую пример. Так, это же… Ага. Ага. Так, уже… Кхм. 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 после этого мы считаем, что значение посчитано корректно, то внезапно большинством могут оказаться как раз вот эти выпавшие, и на них не будет актуального значения. Либо же потом, а потом, когда вот эти узлы войдут в строй, а выпадут вот эти, мы значение потеряем вовсе. Поэтому, когда у нас во всех алгоритмах распределенного консенсуса, если у нас недоступно большинство реплик, то прогресс останавливается. Иначе это небезопасно. И третий момент, что здесь может ломаться, может выпадать координатор. И, соответственно, если выпал координатор, то нам нужно выбрать каким-то образом нового. И как мы в самом начале лекции упоминали, что у нас может быть, например, если это лидер баз данный выпал, то может возникнуть два лидера, и они могут начать предлагать какие-то конфликтующие значения. Соответственно, эти конфликты надо как-то решать. Вот, и все алгоритмы распределенного консенсуса так или иначе со всеми этими задачами сталкиваются. Ну, решают вот эту задачу резолува конфликтов по-своему. Разные алгоритмы имеют разную терминологию. Где-то мы будем видеть раунды, фазы, термы, эпохи. Также алгоритмы могут отличаться по степени выделенности лидера. То есть где-то какие-то алгоритмы, они без выделенного лидера не работают вовсе, а какие-то работают с несколькими лидерами, но у них больше внимания уделено разрешению конфликтов. Также алгоритмы могут отличаться тем, какой примитив они реализуют в первую очередь. То есть они реализуют либо atomic broadcast, именно репликацию лога, либо же они реализуют распределенный консенсус, именно согласование конкретного значения. Как правило, более понимаемые алгоритмы, которые реализуют atomic broadcast, потому что это более высоковыровневый примитив, и он более понятен, как его применять на практике. То есть реплицированный лог, надежный реплицированный лог, это более понятная штука, чем просто сойтись на каком-то одном значении. Вот мы обсуждаем, 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 и внезапно оказывается, что ученые уже довольно давно, это 1985 год, доказали, что в ассинхронных сетях, где нету верхней границы на отправку сообщения, вообще такой консенсус невозможен. Вот. Не очень-то приятно. Даже там говорится о том, что даже если хотя бы один процесс может сбоить, то консенсусу прийти нельзя. Но тут в игру вступает то, что на самом деле мы ассинхронную систему мы можем превратить в полусинхронную, добавив туда таймауты. То есть полусинхронная система, она как ассинхронная, там в верхней границе, там в отличие от ассинхронной верхней границы не существует, а в полусинхронных вот эта верхняя граница на доставку сообщений, она существует, но заранее неизвестна. Соответственно, мы начинаем, мы как инженеры, начинаем вводить какие-то таймауты, которые, например, экспоненшал, бэков, они начинают там два раза увеличиваться каждый раз, начинаем ретрай сообщения, вся вот эта вот механика. Вот тем самым мы получаем полусинхронную систему. И вот в таких системах уже консенсус разрешим. Авторы в статье тремя годами позже это доказывают. И теперь мы переходим уже непосредственно к конкретному алгоритму распределённого консенсуса. По классике это Paxos. Всё с него начинается, потому что, ну, такая классика. На самом деле Paxos – это не один протокол, это целое семейство протоколов. Забавный факт, то, что этот протокол был придуман вроде как в 89-м году Лесли Лэмпортом, предложен на публикацию в журнал в 90-м, а опубликовали его только... Ой, там ошибка, там не в 98-м, не в 98-м, а в 98-м году должно быть. Другими словами, там 8 лет ушло на публикацию. То есть это был довольно долгое время рекорд Лесли Лэмпорта на то, как долго публиковали его статью. Среди членов семейства протокола можно встретить Basic Paxos, Multipaxos, Fast Paxos, Egalitarian Paxos и многие другие. Мы их не будем рассматривать подробно, мы рассмотрим подробно только Basic Paxos. Есть целая серия статей, которые имеет смысл почитать. Всё началось с оригинальной статьи Лесли Лэмпорта, а потом одно описание оказалось немного таким тяжело воспринимаемым. И поэтому пошла некоторая серия статей по упрощению описания, по выкидыванию каких-то лишних деталей. А последняя статья, что Paxos Madeleaf, она от разработчиков Google, они прямо говорили, как они алгоритм встраивали в свою систему. И там всё это описано с инженерной точки зрения, и всё становится сильно понятнее. Очень хорошая статья, я очень рекомендую. Ну, как и все здесь. Мы будем рассматривать Basic Paxos. Это прямо на деле он нигде так не применяется в чистом виде. Это такая сердце протокола, его идея, за счёт чего всё работает. Вот Basic Paxos, ну почему Basic? Потому что мы запускаем протокол, и каждый запуск протокола, он призван согласовать ровно одно значение. Он не может согласовать последовательные значения, два значения, три значения. Он останавливается тогда, когда узлы согласуют между собой одно значение. И всё, какое-то. Чтобы согласовать следующее значение, нам нужно запускать новый экземпляр протокола. То есть повторять все действия заново и забывать то, что мы делали раньше. Если посмотреть, в протоколе участвуют узлы, у каждого узла есть роли. В Paxos выделяют несколько ролей. Это клиент, тот узел, который каким-то образом инициирует запросы и говорит, что... Что он может говорить? Он говорит, я хочу записать там такое-то значение. Я хочу положить, вот как мы говорили, в эту ячейку 42. Это клиент, это внешняя часть протокола. Со стороны внутренней части протокола есть пропозер, который как раз должен обслуживать вот этот интерес клиента, чтобы значение осело внутри протокола и участники на нём сошлись. Есть акцепторы, они играют роль такой, можно сказать, отказоустойчивой памяти. Они как раз между собой договариваются, точнее, между собой не договариваются, они как раз принимают значение либо отклоняют. А пропозер этим процессом руководит. И в классическом виде выделяется лёрнер, это тот, кто заинтересован в конечном результате принятом. Ну, лёрнер, например, тот же конечный автомат, который согласованное значение он применит к согласованному команду он применит к себе. Ну, или тот, кто применит согласованную команду к конечному автомату. На деле же получается, что деплой алгоритма он очень похож на классическую трёхзвенную архитектуру. Клиент, он, например, как браузер там отправляет какие-то запросы, пропозер, он, это бизнес-логика алгоритма, она определяет, дергает за какие-то ниточки. Акцепторы — это база данных, они хранят значение, я отвечаю на какие-то запросы. Логики в них по минимуму. Ну, на самом деле мы так и будем на это смотреть. Вот если мы вспомним, то алгоритм консенсуса, он состоит из трёх шагов. Сначала надо выбрать лидера, потом нам нужно предложить значение, и если вдруг это значение принимается большинством, то мы как-то фиксируем это значение. Помним, да? Это просто такие абстрактные шаги. Вот. Соответственно, как в Basic Paxxs сделана первая фаза? Как мы выбираем лидера? У нас нету какого-то такого выделенного лидера. На самом деле в каждый момент времени может быть несколько лидеров, и поэтому нам нужно решать конфликты, поскольку они могут предлагать различные значения. А здесь как раз две ключевых идеи, как решаются эти конфликты. С одной стороны, нам нужно каждое упорядочить предлагаемые значения, которые предлагается согласовать, какой-то монотонной последовательностью чисел. Чтобы можно сказать, что вот это значение пришло и раньше этого. Просто какой-то порядок должен быть. Он не обязательно должен быть, совпадая с каким-то физическим временем, ещё чем-то. Просто какой-то порядок. Вот. И второй момент, что пропозер, когда он предлагает какие-то значения, он предлагает не оба какие-то значения, у него есть ограничения, какие именно он значения может предлагать. Вот. Дальше мы посмотрим, как это работает. Вот. Первая фаза – это первая фаза Basic Paxes. Она призвана к тому, чтобы выбрать лидера, который будет предлагать значения, установить лидерство и заручиться поддержкой. У нас есть один пропозер, есть акцептор. И пропозер выбирает какое-то число, номер последовательности, и отправляет акцептора, говорит команду prepare. Если же акцепторы согласны с тем, что этот пропозер будет руководить, то они говорят ему promise. Вот. Какой в этом смысл? И при чём здесь номер последовательности? Дело в том, что пропозеров может быть несколько. Когда пропозер говорит prepare с каким-то номером последовательности, он заручается поддержкой, что акцепторы не будут принимать сообщения с номерами последовательности меньшим, чем просит он в prepare. соответственно, если они не видели сообщений больше, чем n, то они обещают не принимать, иначе они отказывают. Вот сейчас на примере это будет... Так. Или не будет. Ага. В этом случае, если пропозер, он получил вот эти промиссы от большинства, он считает, что он заручился поддержкой большинства и может предлагать значения уже конкретные. До этого он значений никаких не предлагал. Он просто заручился поддержкой большинства, что они не будут принимать более старые предложения. и все, на самом деле. Это вот первая фаза алгоритма. При этом здесь важно отметить, что вот эти вот номера последовательности, вот эти n, которые пропозер использует, они должны быть монотонно возрастающими. И этого можно добиться несколькими способами. С одной стороны, можно, чтобы этот пропозер может брать вот этот номер последовательности, он может быть композитным, в нем может входить какой-нибудь идентификатор узла и номер последовательности, и какой-нибудь таймстэмп. И тогда мы гарантированно получим между ними какой-то порядок. Другой момент, что мы можем, например, каждому узлу назначить какой-то идентификатор. Если у нас три узла, то это 0, 1, 2. И каждый узел будет помнить про номер последовательности, самый большой номер последовательности какого-либо сообщения, которое ему приходил, и брать минимальный, но с нужной ему четностью. То есть узел 0 берет те, которые в остатке на 3 дают 0, узел 1 берет те, которые в остатке на 3 дают 1, узел 2, которые в остатке на 3 дают 2, остатки отделения на 3 дают 2. Тем самым у нас множество те последовательные номера, которые будут разные пропозеры назначать, они никак не будут пересекаться. И при этом между ними всегда будет какой-то порядок. Соответственно, вот эта вот команда prepare — это просьба игнорировать какие-то все сообщения с более старыми номерами последовательности. А когда акцептор отвечает promise, они соглашаются. Если вдруг акцептор принял, например, promise prepare с значением 10, и ему потом приходит сообщение, например, prepare со значением 8, он его просто отклоняет. За счет этих номеров последовательности алгоритм всегда может двигаться вперед. За счет этого обеспечивается его живость. А у нас про остаток? Да. Можно рисовать просто последовательность? И просто если у нас 5 узлов, планирует номер 2, у другого 4. Есть же чисто, которые... Так, с модулем 5 тогда, да. Нарисуй стримяк. Все, я не знаю, понял. Все, я понял. Ну, здесь нам нужно сделать так, чтобы у нас было n узлов, и каждый из этих узлов предлагал какой-то уникальный номер последовательности. С одной стороны, уникальный. Это важно, чтобы от двух пропозеров никогда не пришло одинакового номера. Вот, с другой стороны, чтобы между ними можно было установить какой-то порядок. Первый способ – это мы берем в качестве номера последовательности пару ID узла и timestamp, например, на этом узле времени отправки, и начинаем сравнивать по компонентным. И, таким образом, у нас какие-то предложения от одного узла, они всегда будут более свежими. То есть, такой неформальный лидер будет у нас. В чем проблема, если они будут одинаковыми? А, если они будут одинаковыми, то мы это увидим дальше, тогда акцепторы не смогут понять. Тогда у нас получится два лидера на самом деле. Если они будут одинаковыми, то давайте нарисуем. Если у нас пропозеры будут предлагать одну и ту же, один и тот же номер, то есть, когда мы берем кастрюм в большом количестве, то есть их… …попозрительные лидеры вот 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 он, например, отправил 10 последовательный номер акцептора, согласились, они до этого десяточки не встречали, они говорят, мы согласны, если они сделали ему промис 10. Вот, в этот момент, тем самым акцепторы заручились, пропозер заручился поддержкой акцепторов. Если же вдруг, и после этого он уже может предлагать значение. Например, как мы увидим дальше, он там может сказать, примите значение, например, 42, отправить команду и в нее при этом вложить, что... Он скажет, акцепт с номером последовательности 10, на который все согласились, «прими значение 42». Вот, и акцептор, он будет обязан это сделать, потому что он поддержал вот этого пропозера, пропозер ему говорит, тот, который поддержал, вот эта десяточка, он говорит, «прими значение 10». А если вот этот вот другой пропозер, кэштрих, он точно так же, если он отправит команду акцепт 10, но уже со значением 101, то вот эти вот акцепторы, они не смогут отличить, что это другой пропозер, и они могут принять конфликтующие значения. А если боится третий пропозер, и он тоже возьмет этот 10, переиспользует, то он тоже может сказать, что выставит любое значение. Вот, равно на самом деле, если бы у нас была система с византийскими отказами, или, точнее, модели, где допустимы византийские отказы, то это могло бы быть злонамеренное какое-то поведение, и оно было мало бы наш алгоритм. Вот поэтому вот эти номера последовательности, которые используют пропозера, они должны быть дизъюнтны между пропозерами. Кстати, интересно, что в модели с азотистскими отказами кворума недостаточно. Кворума недостаточно, да. Если есть одна треть плохих узлов, то все, система сломится. Да. То есть это у нас несколько лидеров, но они на одну команду выбирают лидера, которого... Да, да, да. Ну, в идеале у нас один лидер, но ничто не запрещает сделать так, что у нас внезапно появится второй лидер. То есть у нас, например, мы клиент, мы отправляем параллельно два запроса, что установи такое значение и установи такое значение. Они, их, эти запросы начинают обслуживать два разных узла системы, и они начинают играть роль пропозера. И они тогда начинают говорить акцепторам, давай примем это значение. Другой говорит акцепторам, давай примем это значение. И начинается конфликт, ну, начинается конфликт. И надо его как-то разрешить так, чтобы в конечном итоге было принято какое-то одно значение. Вот. И первый шаг к разрешению этого конфликта в том, что, чтобы пропозер начал предлагать значение, он должен сначала заручиться поддержкой большинства, чтобы убедиться, что, с одной стороны, заблокировать, чтобы акцепторы принимали какие-то старые значения. То есть когда акцептор говорит промис, он говорит, что любые сообщения с номером последовательности меньше вот этой, я буду отклонять. С другой стороны, он еще кое-что делает, на самом деле. Могу спросить, если он будет отклонять всех, которые меньше, а если, например, второй пропозер, который пошлет 11 сообщений на тех, кто уже дал свою поддержку первому пропозеру. Если же все зависит от того, как прошла вторая фаза. На самом деле, очень хороший вопрос. Вот здесь вот мы могли отправить на акцепт десяточку. Вот этот вот мог отправить 11. Вот какой момент? Вот здесь он отправляет 11. Акцепторы абсолютно нормально к этому относятся, потому что они не видели 11 больше 10, и они говорят, окей, мы согласны теперь не принимать значения сообщения с номером последовательности меньше 11. Соответственно, вот этот вот первый пропозер, в свою очередь, он вроде как заручился поддержкой, он начинает отправлять значения, слать команду accept с номером последовательности 10 и со значением 42. Но поскольку акцепторы, они уже пообещали не принимать ничего старее 11, вот эта команда ему не пройдет. И поэтому тем самым вот этот новый пропозер, который с 11, он захватил такое временное лидерство, и теперь его команды в приоритете. Будут слушаться его. На самом деле, никто не запрещает вот в этот перерыв проснуться опять первому, или что-то у него там возник, ему придет какой-то клиентский запрос, он уже тогда выберет 12, отправит преперы, они все с ним согласятся, и таким образом мы получим live-log. Вот. Это неотъемлемая часть Basic Packs, теоретически он в классическом виде, он подвержен этому. Вот. Следующий момент как раз то, что после того, как пропозер заручился поддержкой большинства, он начинает, отправляясь в команду, принять какое-то значение. И если же вот номер последовательности этой команды, он удовлетворяет акцепторов, он соответствует тому, что они запромисели, то они соглашаются, что окей, мы принимаем это значение. И на самом деле на этом, если же большинство акцепторов приняло, то есть в нашем случае достаточно два из трех, чтобы приняло это значение, то это значение считается принятым, и все. Вот. На этом алгоритм заканчивается. Вот. Тем самым на большинстве узлов у нас оседает принятое значение, и пока живо большинство узлов, мы будем получать это же значение. Соответственно, вот это большинство, это как раз вот этот кворм, чтобы мы не потеряли в случае каких-то отказов меньшинства. Вот. И если же вдруг у нас после того, как это значение было принято, у нас проснется новый пропозер и начнет предлагать какое-то значение, мы должны все равно остаться на этом значении, мы не должны менять свое мнение. Вот. За счет чего это достигается? На самом деле, когда пропозер отправляет команду prepare, он не только заручается поддержкой большинства, он еще исследует, не заакцептил ли акцептор что-нибудь уже. Вот. И поэтому в promise, там возвращается не просто promise, акцептор возвращает, а он вкладывает то, какое это самое последнее значение, которое он заакцептил, и номер последовательности, на котором он это заакцептил. Вот тут вот это, вот это вот, V1 это значение, S1 это номер, последовательный номер, на котором он это заакцептил. Этот номер может быть от этого пропозера или от любого другого. Вот. И дальше начинается хитрая. Если же вдруг пропозер в promise получил, хотя бы в одном из promise получил какое-то значение, которое было заакцептено раньше, то он не может предлагать то значение, которое он хочет, а он должен выбрать из вот этого множества уже каких-то принятых значений с максимальным номером последовательности и его предложить. То есть вот ему на предыдущем шаге ответили вот V1, V2 и V3 значения. То есть сложилась ситуация, что каждый акцептор в какой-то момент времени принял вот такие значения. Ну ему просто отпиралась команда accept, он сложились слова, он должен был принять. И из-за каких-то обстоятельств на каждом узле какие-то свои. В этом случае тогда пропозер, он не может выбрать какое-то свое значение, или которое ему прислал клиент проставить, он должен взять какое-то из существующих, не какое-то, а с максимальным последовательным номером, и его отправить в акцепт. Вот, и тем самым как раз достигается то, что если у нас значение осело на большинстве акцепторов, то любой следующий пропозер, когда он будет пытаться предлагать что-то, он сначала заручится поддержкой, узнает, что там уже что-то принято, и дальше распространяет это уже принятое значение. Вот, а поскольку он взаимодействует, если же у нас значение осело на большинстве, то ответа до промиса он требует тоже от большинства. За счет того, что любые два большинства пересекаются, он всегда увидит самое актуальное значение, и всегда его дальше попросит принять. То есть здесь вот два ключевых момента, три ключевых момента, что лидер не фиксируется на все время, а он фиксируется на раунд какой-то. Вот, второй момент, то что лидеры, они предлагают отправлять сообщение с непересекающимися последовательными номерами, и не переиспользуют их. И третий момент, то что вот этот вот резолв конфликт, то что когда пропозер предлагает что-то, если уже что-то было принято, он узнал, что в кластере что-то было принято, он ограничен в выборе того, что дальше предлагать. За счет этого обеспечивается вот эта сходимость. То есть вот три ключевых момента. Это вот три ключевых идеи Basic Paxos. Вот здесь вот есть чуть более сложный слайд, который как раз иллюстрирует то, как уже принятое значение, принятое большинство значения расползается по кластеру. Вот изначально был оранжевый пропозер, он предложил поддержать его с номером последовательности 1. Вот, и все его поддержали. После этого он захотел представить значение A. Он отправил двум узлам, первому и второму акцептору акцепт значение A с последователем номером 1. Вот, но он отправил это только двум почему-то, а до третьего это не дошло почему-то. Вот, и в этот момент активизировался второй пропозер. Он успел, он на самом деле успел заручиться поддержкой от всех. Ему все пообещали промис. Вот, но второй акцептор в промисе, второй и первый акцепторы, ему в промисе вернули, что они уже заакцептили какое-то значение. Они заакцептили уже A. И поэтому зеленому пропозеру ничего не остается, кроме как взять это значение A и предложить его заакцептить. Но уже со своим номером последовательности. И тем самым третий акцептор, который, единственное, что он сделал, он просто пообещал не принимать сообщение с последовательным номером меньше единицы. Ему приходит акцепт с двоечкой, значение A, и он его благополучно принимает. Да? Если первый акцепт успеет дойти только до одного, то получается мнением меньшинства, то все равно обязаны скопировать его. Если первый акцепт только до одного дошел? Да. А здесь на самом деле нет никаких гарантий. Здесь он, когда он осел на меньшинстве, может сложиться ситуация, что второй пропозер, он, дождавшись промисов только от двух, на тех, которых нет, он предложит свое значение. Либо же, если он дождется ответа от того, кто где есть значение, кто что-то заакцептил, он может взять то значение. Но здесь гарантия не нарушается. Гарантия такая, что когда мы получили акцепт от большинства, то есть от двух, то это значение уже не поменяется. Если мы получили акцепт от одного, то оно может поменяться. То есть первый, скорее всего, поменяется с акцептом второго? Первый поменяется... Какая? То, что у нас на первом акцепте, может поменяться с минимум второго, если оно было минимум второго? Да, да. То есть все зависит от того, какое подножество. Если же у нас значение не осело на кворуме, то дальше есть какая-то неопределенность, потому что все зависит от того, кто ответит пропозеру. Потому что если оно не на кворуме, а пропозер требует кворума, то может не быть пересечения. Может быть пересечения, но не гарантируется. Если оно осело на кворуме, и пропозер требует ответа от кворума, то пересечение будет всегда, и он гарантированно найдет самое вот это вот значение, которое действительно принято. Ровно вот здесь вот играет вот эту ключевую роль, то, что любые два кворума, они пересекаются. То есть он хотел второй пропозер, получается, как-то новое значение записать, но в итоге записал старое, а новое не записал. Да, он хотел новое записать. А что с новым? Он еще раз попробовал? Нет, он ее не будет пробовать. Он просто вернет клиенту, скажет, что принялось такое значение. То есть задача Basic Paxes – согласовать какое-то одно значение, чтобы в конечном итоге это значение осело на всех узлах, и любое последовательное чтение возвращало это значение. Это вот один запуск вот этого алгоритма. Если здесь нету какое-то значение, правильное или неправильное, здесь главное, чтобы какое-то. На самом деле важно, чтобы это значение было предложено хотя бы кем-то. Потому что если принимать какое-то значение и не говорить, чтобы оно должно быть предложено, можно писать алгоритм, который просто всегда принимает ноль, это действительно консенсус. Но это немного странно. Главное, чтобы какое-то значение. В конечном итоге, если значение осело на большинстве акцепторов, то любая последовательная активность пропозера, она будет приводить к этому же значению. Вот в этом весь Basic Paxos. Есть вопросы, если что, можно порисовать? А у нас не может возникнуть такой жесткий конкуренция, за который консенсоры только будут давать обещания. Да, да, да. Мы же это рассматривали. Это действительно ситуация, ли влока она возможна. То есть сам... А? Фишка в том, что сам Basic Paxos, он никак не говорит, как это обходить. То есть дальше уже начинаются инженерные решения какие-то. Возможно, это какие-то таймауты, задержки, еще что-то. Либо стараться минимизировать, чтобы у нас был... Чтобы у нас не возникало, например, нескольких пропозеров. К примеру, если... Ну, как один из вариантов, после того, как появился какой-то пропозер, он заручился поддержкой большинства, вот это большинство может в целом запомнить, кто же сейчас пропозер. Если на них приходит запрос, какой-то выставить значение, они могут перенаправлять его пропозеру. То есть такая стабилизация лидера, попытка. Ну, то есть если у нас нету конкурирующих лидеров, значит они не могут войти в лайфлог, если у нас один лидер. Но сам BasicPaxes про это ничего не говорит. Здесь именно просто идея, как использовать кворумы, как использовать ограничения на выбранные значения, и как использовать вот этот частичный порядок, чтобы добиться консенсуса. В общем, как мы уже говорили, что у нас один запуск алгоритма это ровно одно значение. Если на нем сошлись, то любое последовательное чтение и попытка принять какое-то другое значение, оно будет приводить все равно к исходному значению. На самом деле на деле мы никогда, редко когда, нам нужно просто согласовать одно значение, нам нужно согласовывать последовательные значения. Например, это последовательность команд распределенного конечного автомата. И как мы могли заметить, вот такой алгоритм, он довольно низкоуровневый. То есть как его взять и применить, пойти на работу и прямо встроить свою систему, не очень понятно. То есть требуются какие-то более высокоуровневые примитивы. Ну и в каждый момент времени здесь постоянно у нас очень много сообщений. То есть нам приходит значение, мы должны заручиться поддержкой, потом отправить значение, само получить ответы. На самом деле разные другие члены семейства протоколов, они как раз работают на то, что кто-то пытается уменьшить число отправляемых сообщений, кто-то, ну на самом деле они все пытаются уменьшить число отправляемых сообщений, потому что это основной затык в производительности. Потому что, как правило, узлы работают быстро, а сеть самая медленная. И поэтому чем меньше сообщений в системе, тем быстрее все работает. Ну и как вы все правильно заметили, у нас ливлог, он возможен. У нас все будут только пропозить, получать, ой, препарить, получать промиссы, и ничего происходить не будет. Вот, и с этим надо что-то делать. А какие недостатки? Он на самом деле очень низкоуровневый и довольно непрост к пониманию. Если вот вы сейчас его не поняли, это абсолютно нормально. Я, например, понял там... Это же на самом деле когда-то у меня возникает это, что я не понял. Возникают мысли. При этом все вот эти вот моменты, которые вы говорили, как бороться с ливлогом, как там выбирать лидера, они алгоритмом самим никак не описываются. А на практике это делать приходится. Поэтому, когда мы начинаем реализовывать вот этот алгоритм, мы начинаем решать все вот эти вот задачи, тем самым мы усложняем исходным алгоритмом. Он обрастает какими-то дополнительными условиями, задачами и фичами. И несмотря на то, что сам вот алгоритм исходный, он может быть доказан, верифицирован и быть корректным, то та реализация, которая в конечном итоге у нас получится, она настолько далека от этого алгоритма, что не факт, что она вообще корректная. Вот это не мои слова, это слова ребят из статьи Paxos Made Live, которые как раз на мультипаксосе делали свое приложение. Мы закончили с Basic Paxos'ом и переходим к Raft'у. Что такое Raft? Raft появился, как авторы статьи отмечают, что они искали алгоритм консенсуса, который был бы понимаемый, в отличие от других алгоритмов консенсуса. И появился он в 2013 году. То, что он более-менее понимаемый, свидетельствует как минимум то, что очень много опенсорсных реализаций существует на гитхабчике. Их можно найти, посмотреть. То есть, если как вот Basic Paxos выглядит в коде, вряд ли очень тяжело найти. А как Raft выглядит в коде и понять все детали, это уже можно, это рекомендуется, это будет хорошо. Также есть сайтик, на котором собрана есть очень хорошая визуализация и собраны все статьи, видео, прямо такой теплый, ламповый, уютный оплот алгоритма. В чем же заключается Raft? Лейтмотивом всей статьи служит то, что автор отмечает, что любое решение, которое они принимали при дизайне алгоритма, оно было в пользу понимаемости алгоритма. То есть, даже если вдруг какая-то фича, она была выбор между оптимальностью и понимаемостью падал на сторону понимаемости. Что для понимаемости у нас служит? Как правило, если у нас задача декомпозируется на несколько более простых задач, то это способствует понимаемости. Так ведь? Разделяя и властуй. Поэтому Raft пошел этим путем. Алгоритм явно выделяет две фазы. Первая фаза выбрать лидера, а вторая фаза начать реплицировать лог. Ну и в отличие от Paxos, сам алгоритм более высокоуровневый, потому что он описывает репликацию лога. Не согласование какого-то конкретного одного значения, а именно репликация лога тех же команд. При этом у нас явный лидер, и он всегда один, поэтому у нас нужно решать конфликты. Разрешать конфликты от разных значений, которые предлагаются. На самом деле нужно, но это немного скрыто так вот от первого этапа, с первой фазы. Каждый узел в кластере рафта, он может быть в трех состояниях. Он может быть либо лидером, либо фолловером, либо кандидатом. Кандидат – это такое временное состояние, которое служит для выбора лидера. Лидер, понятно, что это лидер, он один всегда, но не более одного, не может быть двух лидеров в кластере точнее могут, но значения, которые они будут предлагать, будут иметь силу только от одного лидера. И фолловеры. Фолловеры, они вообще пассивны, они только отвечают на запросы и никакой активной деятельности не совершают. При этом в самом рафте всего два типа сообщений. Первое сообщение это request vote, оно появляется, когда кандидат, когда фолловер становится кандидатом и хочет стать лидером. Он отправляет всем это сообщение и ждет ответа. Это мы посмотрим дальше. И другая команда это append address. Это собственно основная команда, которая отвечает за транспорт кусочков лого от лидера до фолловеров. Причем это кусочек лого, который отправляется через эту командочку он может пустым, и тогда эта команда играет роль хердбита. Всего две команды, два сообщения в алгоритме. Нормальный рафт, когда он в стабильном состоянии, он работает таким образом, что у нас есть один лидер, все остальные фолловеры и клиенты. Клиенты взаимодействуют, все записи как минимум отправляются через лидера. И тем самым у нас не может быть нескольких противоречивых лидеров, несколько узлов, которые могут пытаться предлагать какие-то противоречивые значения. На самом деле вот этот лидер, то, что все запросы идут через него, он является таким индуктором порядка, он индуцирует порядок сообщений. В каком порядке на него пришли сообщения, в таком они и осядут в его логи. То есть порядок сообщений в логе лидера, это есть какой-то не глобальный порядок, а какой-то источник истинного порядка. Потому что в рамках одного узла мы можем иметь порядок. В рамках нескольких узлов у нас уже порядок стоит дорогого. Если же вдруг у нас клиентский запрос попадает на фолловер, то все равно фолловер его редиректит тем или иным способом на лидера. Поэтому в целом можно взаимодействовать с любым узлом кластера, но с лидером взаимодействовать чуть более эффективнее, потому что меньше взаимодействий получается. Все вот время работы рафта, который согласовывает не одно значение, а который согласовывает потенциально бесконечные последовательные значения, оно делится на так называемые термы. Термы это когда выбрали какого-то лидера, он управляет, и возможно произойдет смена лидера, начнется новый терм. Соответственно какой-то промежуток времени у нас тратится на выбор лидера, после того, как мы лидера выбрали, мы начали нормальную операцию, то есть мы начали принимать команды на запись и писать их в локальный журнал и реплицировать этот журнал на фолловеров. Потом что-то произошел какой-то сбой, мы снова перевыбрали лидера, в этот момент мы ничего не делаем, мы не можем принимать запросы на запись, но после того, как мы выбрали лидера, мы снова начинаем принимать запросы на запись, записывать их и реплицировать. Вот, собственно, все, что делает алгоритм. вот эти вот термы, которые, это просто последовательные какие-то номера, они постоянно возрастают и тем самым являются логическими часами. И за счет того, что они постоянно возрастают, это обеспечивает то, что если вдруг какой-то лидер, какой-то узел, который был лидером в каком-то старом терме, он проснется внезапно, в системе возникнет и начнет попытаться реплицировать свой журнал, то его записи не будут приняты, поскольку они будут считаться устаревшими. Это вот роль такая логических часов. И процесс голосования устроен так, что в каждом терме у нас может быть не более одного лидера, потому что для того, чтобы узлу стать лидером, он должен получить подтверждение от большинства. Соответственно, у нас, поскольку большинство всегда пересекается, каждый узел голосует только за одного, то двух лидеров быть не может. Это понятно, Если большинство проголосовало за одного, то большинство проголосовать за другого уже не может, за другое проголосует меньшинство, так или иначе. и вот этот терм, его номер, он добавляется в каждое сообщение, на самом деле очень похоже с номером последовательности в паксосе, там тоже вот этот sequence number он передавался в каждом сообщении, здесь похожая ситуация, это нужно ровно для того, чтобы отсекать какие-то старые сообщения от возможно восставшего или восстановившего связь старого лидера. Теперь мы посмотрим, как происходит выбор лидера. У нас изначально кластер, когда все узлы стартуют, они в состоянии фолловера, и у каждого в общем случае они на самом деле могут все начать стать кандидатами и начать предлагать себе наложенность лидера. Но тогда мы рискуем получить, что у нас будет много так называемых сплит-воутов, то есть часть проголосует за одного, одно меньшинство за одного, другое меньшинство за другого, в итоге у нас не получится большинства, которые проголосовали за одного. Соответственно, нам выгоднее сделать так, чтобы в каждый момент времени только один кандидат пытался стать лидером. Вот как это сделать? Подсказка, да, вот у нас есть election timeout вот здесь вот, и этот election timeout у всех разный. На самом деле он просто выбирается случайно из какого-то диапазона значений. Вот у каждого фолловера вот этот election timeout выбран случайно, он проходит election timeout, вот самый маленький здесь три, вот прошло три секунды, например, после того, как election timeout мы выждали, мы становимся кандидатом, и став кандидатом, мы отправляем всем узлам системе, в том числе и себе. Кандидат голосует всегда сам за себя, понятное дело. Вот, мы отправляем всем request vote, и если же фолловеры, они согласны с тем, что этот кандидат достоин быть лидером, то они говорят ок, и в тот момент, когда кандидат получил ответы от большинства, на самом деле в данном случае ему достаточно было получить от двух, потому что сам он тоже входит вот в этот множество реплик, то он становится фолловером. Ой, лидером, да, прошу прощения. Вот. На основе чего они голос дают фолловеру? Все очень просто. Кто первый ему отправил, того и тапки. То есть они, ну, на самом деле немного хитрее, здесь дело в том, что когда кандидат становится, когда узел становится, когда фолловер становится кандидатом, он становится кандидатом не на текущий его терм, а на следующий терм. Соответственно, он увеличивает терм и говорит, я хочу быть кандидатом вот в таком-то терме, в терм-1. Если фолловер, он запоминает, если он не голосовал ни за кого в терм-1, то он голосует за первого пришедшего. Вот, соответственно, эти фолловеры, они ни за кого не голосовали, они такие, окей, хочешь быть терм-1, будь. Никаких вопросов. Вот, тоже вот простота, никаких там сложных штук. Вот, все, он стал лидером, но здесь на самом деле не все так просто. После того, как мы стали кандидатом, мы на самом деле можем не стать лидером, и мы можем оставаться в состоянии кандидата до нескольких, вечно мы оставаться в состоянии кандидата не можем, поэтому мы остаемся в этом состоянии либо до того, как мы не станем лидером, то есть выиграем вот эти выборы, либо кто-то другой стал лидером и нам об этом сообщили, и мы такие, окей, окей, все, мы, я теперь не кандидат, я теперь фолловер, ты новый лидер, я тебя слушаюсь. Либо мы в течение какого-то периода времени не получим достаточного количества подтверждений о том, что все согласны, что мы лидер, тогда мы начнем вот эти выборы заново. Выждем какой-то тайм-аут рандомизированный и заново отправим вот этот request vote уже с новым термом. Вот, если же кандидат побеждает, что он делает? Он берет и отправляет на самом деле всем фолловерам команду append entries, такой hurtbit. Для чего он это делает? Тем самым он обозначает свое лидерство и сбрасывает вот этот election timeout у фолловеров, чтобы они не стали кандидатами и не пытались захватить лидерство. Вот, ну и после этого он становится доступным для того, чтобы принимать запросы на запись, обрабатывать их, писать в лог и реплицировать эти значения. Если же в процессе выборов мог возникнуть другой лидер, то есть это легко представить, что у кого-то election timeout сработал раньше, он отправил всем узлам request vote. Можно нарисовать. Зеленый. Вот, сначала сработал вот у этого парня, он отправил всем request vote, но вот здесь вот связанность плохая, поэтому сообщение не дошло. Ну или дошло, но очень медленно, или вообще не дошло. Получил ответ от большинства и стал лидером. Вот. А в этот момент, пока от остальных фолловеров доходили сообщения, что мы согласны, что ты лидер, election timeout мог истечь вот у этого узла. Соответственно, он мог отправить, начать отправлять всем тоже request vote, в том числе и вот этому. Вот. Но поскольку у них терм один, то даже если бы эти сообщения дошли, они бы отклонили это лидерство, потому что они уже в этом терме за кого-то проголосовали. Но даже еще в тот момент, когда вот эти сообщения не дошли, вот эта связанность могла восстановиться, и вот этот узел, он отправит append entries с термой равной 1, и это будет свидетельствовать о том, что в кластере появился лидер, и этот кандидат, который стал у нас, из-за того, что истек election timeout, он станет обычным фолловером. Вот. То есть в процессе вполне возможная ситуация, когда в процессе выбора лидера возникает другой лидер, который перебивает наши выборы. В момент, когда append entries приходят, все остальные узлы из нулевого в первый терм. Да, да, все верно. На самом деле append entries, он правильно замечено, он приходит не только этому, он приходит всем, и это, и он несет тот терм, который новый наступивший терм. И если этот терм, он свежее, чем терм, который зафиксирован на узлах, они переходят в этот терм. И, соответственно, значение сообщения со старым термом они не принимают. А можно вопрос, если у нас, например, вот здесь пять, у нас, например, четыре фолловера, и двое стали кандидатами, и каждый успел поддержать. А это у нас невалидная ситуация, мы не должны делать так, чтобы у нас кластер был четного размера, тогда у нас нет там понятия большинства. Ну, или он становится очень странным. Если же у нас... Мы ожидаем количество ответов, исходя от исходного числа, исходя из исходного размера кластера. То есть даже если у нас осталось три узла, например, большинство у нас три, тогда мы должны получить ответ от трех. Не от двух, а именно от трех. То есть у нас, если конфигурация кластера пять узлов, то неважно, сколько выпавших узлов, мы всегда... Большинство считается относительно исходного размера. То есть если у нас выпал... Если у нас все пять, мы все равно должны дождаться ответа от трех. Если у нас выпал один, мы должны дождаться ответа от трех. Если у нас выпало два, мы должны дождаться ответа от трех оставшихся. Если у вас уже выпало три, мы ничего гарантировать не можем, мы останавливаем вычисления. Или в чем был вопрос? Ну вот у нас пять, один выпал, двое стали кандидатами, и вот двое оставшихся, каждый поддержали разных кандидатов. То есть у каждого кандидата по два голоса, а пятый выпал? Нет, нет, нет. Дело в том, что если они стали одновременно кандидатами, и каждый проголосовал за себя, то действительно они не будут голосовать за конкурента. И такая ситуация действительно возможна, и это называется сплит-воут. И это как раз третья ситуация, когда у нас нет победителя, вот правильно до него дошли, у нас нет победителя, каждый из этих узлов получил два подтверждения, хотя нужно три. Они выжидают какой-то определенный тайм-аут, подтверждение не приходит, они начинают снова увеличивать терм и начинают снова пытаться выиграть новый этап, новый терм выборов. Ну и вот этот тайм-аут, он такой рандомизированный, чтобы опять не случилось такого, что вот эти два узла, они одновременно стали кандидатами, одновременно выпустили вот эти запросы на лидерство. Вот здесь в этом алгоритме очень много всего построено на случайных значениях, какой-то рандомизации тайм-аутов. Это тоже, как отмечают авторы, это, с одной стороны, это где-то, возможно, может быть, было, можно было бы сделать эффективнее, но за счет этого оно получилось понимаемей. Понимаемей. То, что если у нас малая вероятность того, что в кластере два узла, выберут одинаковый тайм-аут, скорее всего, какой-то будет минимальный election тайм-аут, вот, скорее всего, если все хорошо, он успеет выпустить запросы на request vote и получить на них ответы и стать лидером. Мотивация такая. Вы всегда не можете конфигурации с четным количеством Google. Да. Это так или мы можем взять четное количество, но за большинство принимать половину плюс один? А нам не будет иметь смысла этого практического? Ну, то есть, если у нас четыре узла, то большинство это три. То есть, мы переживаем, на самом деле, выпадение только одного узла. Так ведь? Мы то же самое можем достичь, если у нас будет всего три узла в кластере, мы точно так же будем переживать выпадение одного узла. То есть, грубо говоря, отказоустойчивая система с четырьмя узлами, она такая же, как отказоустойчивая система с тремя узлами. Только у нас меньше накладных расходов, меньше всего. Мы тратим меньше ресурсов. Поэтому вот в этих кворумных конфигурациях всегда нечетное число. Ну, как правило, это три или пять. Редко бывает больше, потому что чем больше, тем у нас больше нужно отправлять сообщений, больше дождаться ответов. В целом, это производительность от этого деградирует. То есть, мы работаем, на самом деле, как медиана самого медленного, наверное. Да? А, это уже задача следующей фазы. Ну, на выбор лидера это, на самом деле, влияет, чуть-чуть влияет. Сейчас я скажу, как. Тот вопрос был в том, если узел выпадает надолго и сильно отстает в логе, что делать? За это отвечает вторая фаза протокола, это репликация лога. И здесь, на самом деле, все сильно зависит от реализации. На самом деле, понятно, что на практике мы не будем держать бесконечные логи. Мы их будем в какой-то момент понимать, что лог достаточно отреплицирован, какая-то его часть команд, она уже применена на всех узлах, и поэтому его можно как-то сделать с него слепок отдельный, скомпактить этот лог. И уже передавать не сам лог какой-то очень длинный, а итоговое состояние, снапшот, к которому это последовательное лога привело. И действительно, на самом деле, на практике так и происходит. Когда вводится новый кластер, в систему, то он тянет снапшот сначала, потом дотягивает лог и уже какую-то часть лога, которой не хватает для этого снапшота, и применяет ее к себе. Вот теперь мы переходим как раз ко второй фазе. Мы выбрали лидеры, и теперь нам нужно реплицировать записи. Репликация происходит следующим образом. Все клиенты, они взаимодействуют через лидера. Пошел, например, запрос поставить в ячейку значение 42. Лидер это пишет в свой журнал. После этого он говорит append entries всем фолловерам. Фолловеры, в первую очередь, это записывает в журнал свой. После того, как они надежно записали в журнал, журнал должен быть надежным. Это запись не в памяти, это запись на диск. Так, чтобы в случае рестарта он этого не потерял. После того, как они успешно записали этот журнал, они отвечают, что окей, мы успешно записали в журнал. Лидер, в свою очередь, получив подтверждение об успешной записи в журнал от большинства участников кластера, он считает, что запись вот эта вот команда set42, она закомичена. Commit — это просто соглашение, что она есть на большинстве. И после того, как она закомичена, он ее применяет к какому-то своему конечному автомату, к какой-то своей базе данных к командам, которые являются вот эти команды, и отвечают клиенту, что все окей, я применил. Вопрос какой? Как происходит применение вот этой же команды к конечным автоматам на фолловерах? Оно происходит таким образом, что у нас приходит следующая команда на лидера. Лидер точно так же кладет ее в свой журнал, реплицирует через append entries на фолловеров, и фолловеры добавляют ее в свой журнал, и при этом здесь происходит тонкий момент. Каждый append entries, он еще содержит, помимо самих записей, которые добавляются, он содержит еще commit индекс в журнале лидера. После того, как лидер получил на set42 подтвержение большинства, вот этот вот commit of set стал на первую запись в этом логе, стал указывать на первую позицию. И вот в этот append entries лидер сказал, что у меня set42, позиция нулевая, или первая, смотря с чего начать отчет, она закомичена. Эта append entries долетела до фолловеров, они видят, что первая запись логи закомичена, они тоже ее считают закомиченной, применяют к своему конечному автомату и попутно добавляя новую запись в журнал. Добавить три. И отвечают лидеру, что они успешно добавили запись. Лидер считает запись закомиченной, потому что получил ответ от большинства, применяет эту запись, команду к своему конечному автомату и отвечает ок клиенту. То есть append entries он еще содержит вот эту водяную линию, вот этот commit индекс той позиции в журнале, до которой лидер уже закомитил. Горбо говоря, это та команда, которая индекс тех команд и всех, которые до нее, которые отриплицированы на большинство узлов в кластере. Тут есть? То есть если допустим лидеру пришел какой-то запрос в C42, вот правил, еще до того, как ему пришли success, приходит вторая какая-то, допустим, приходит А3 до того, как еще ему пришел success. Может такая быть ситуация? Да, конечно же, может быть. Он точно так же кладет его в этот свой журнал. В C42 еще не... при этом C42 еще не это, да, и он его просто кладет в журнал, он его не применяет к конечному автомату к своему, ничего не делает, он просто лежит в журнале. Вот, и дальше у него есть несколько возможностей. В целях оптимизации на самом деле он может сразу же начать реплицировать несколько записей. Он может уже отправить две C42 и C3, сразу же отправить кусок лога. На самом деле отправляется не одна запись на деле, а отправляется целый кусочек лога. Вот, либо если же запрос пришел в тот момент, когда он уже отправил первый append entries, вот, он точно так же кладет в журнал отправить следующий append entries, вот, но если вдруг а что вдруг? Ну, особо вдруг ничего не может быть. Он просто дожидается ответов в той последовательности, в последовательности журнала и в той же последовательности отвечает клиенту. То есть он не ответит одному и тому же клиенту, точнее, на самом деле, если сеять медленно между клиентами, то ответ может дойти первой до второго клиента. Но это уже не задача протокола в правильном порядке доставлять ответы клиенту. Да? Возможно, то есть на фолловерах вот этот вот кэдпри, например, не применится до тех пор, пока не придет лидеру новое сообщение. Да, это так, но если мы вспомним первую фазу, лидер, даже у него, если нет сообщений, он всегда отправляет пустой append-entress для хердбита. И в этом пустом append-entress будет вот этот коммит-индекс сдвинутый, и тем самым фолловеры тоже применят, будут читать эту запись закомиченной и применят к своему конечному автомату. А если есть еще один фолловер, до которого сэксор дошел, а потом приходит актрис, коммит-индекс не на нуле, на единственный стучок приходит. А на самом деле, Грю, все хорошие вопросы задаете, на самом деле для каждого фолловера лидер помнит, до какой позиции журнал он отреплицировал и шлет нужный кусочек. То есть, если лидер не отреплицировал на фолловера первую команду, но он при этом отреплицировал на большинство и в целом она считается закомиченной, он будет реплицировать, пытаться реплицировать на этого фолловера нужный недостающий кусок лога. Это если было большинством фолловеров принято, а если большинство фолловеров не приняло программу? А если большинство фолловеров не приняло, то возможно был какой-то тайм-аут, еще что-то, то пользователь отключается, то записи журнала не удаляется, она там остается, вот, но клиенту не ответится, что ок, запись не считается закомиченной. Лидер будет действительно пытаться переотправлять, он бесперебойно пытается отреплицировать всем нужные куски журнала, недостающие куски журнала, вот, но он не ответит клиенту, что все ок, пока он не посчитает, что запись закомичена, то есть пока он не отреплицирует это на большинство узлов. на самом деле клиенту не важно то, что он записался в лог, важно то, что он применился к конечному автомату и поменялось состояние конечного автомата, и поэтому клиенту ответ приходит только тогда, когда меняется, когда команда применяется к конечному автомату. Молодцы, что вы вопросы задаете, значит, есть понимание происходящее. Как уже было сказано, если мы посмотрим на этот append entries, то мы увидим, что там есть. Помимо номера текущего терма, для того, чтобы фолловеры отсекали старые записи, лидер передает свой идентификатор, понятно, чтобы вообще знать, кто такой лидер сейчас, и сами записи, которые надо отреплицировать, кусочки лога, недостающие для каждого фолловера, то есть мы можем отправить этому фолловеру чуть больше кусочек записи, чем другому, потому что на кого-то мы успели отреплицировать чуть больше, чем на другого. И также вот этот commit-индекс это такое хитрое место, что как происходит распространение знаний о том, что произошел commit, вот через явное такое место. Если мы заметим, в AXIS вот этого места вообще не было. то есть не очень было понятно, что когда происходил commit, что такое вообще за комичное значение. Там вот эта третья фаза из картиночки третьего облака вообще отсутствовала. при этом смотрите, какая ситуация может быть. Поскольку журнал, он реплицируется неравномерно, то на каких-то фолловер записей больше, на каких-то меньше. И тут выпадает лидер. И вполне может случиться так, что кандидатом может стать тот, у кого в журнале чего-то не хватает. Если он станет лидером, то по идее его журнал это источник истины, и он тогда что-то перетрет. Значения, какие-то значения будут потеряны. Так ведь? Поэтому нам нужно сделать какое-то ограничение, чтобы лидером не стал какой-то уж очень отсталый фолловер. Поэтому когда в узлу приходит команда request vote, то каждый кандидат вкладывает информацию о том, до какой позиции в логе у него есть записи и какого она терма. Если в узлу приходит запрос проголосуй за меня и он видит, что у кандидата очень отсталый лог, то есть лог старее, чем тот, пришел запрос, то такой request vote отклоняется. И тем самым достигается то, что какой-то отсталый фолловер не станет лидером. А лидером станет тот, у которого лог достаточно большой. То есть как минимум такой, который есть у большинства. Вот этого достаточно как раз. вот то дополнительное ограничение, которое с самого начала было сказано, что голосуем за первого пришедшего в этом термин, но если он достаточно свеж. Достаточно свеж, это значит свежее, чем мы. на самом деле основная часть рапта закончена. Понятное дело, что на деле она чуть более сложная, там больше различных нюансов, есть различные детали реализации, они все в статье отражены, и есть много исходного кода, там много чего на гон написано, мы даже это чуть посмотрим сегодня. И когда посмотрели этот алгоритм, то возникает вообще вопрос, вот у нас есть один лидер, он один, это вообще такая точка отказа, и пока мы не выберем лидера, у нас все вообще-то плохо, вот вообще насколько это хорошо или плохо, это как вот. В Paxos, например, такого не было, в Basic Paxos, мы бы отправили запрос, не можем коммуницировать с пропозером, отправили запрос к соседнему пропозеру, он там опа-опа быстренько заручился поддержкой большинства и согласовал наше значение. А здесь пока не выберется лидер, мы ничего вообще делать не можем. Получается такая единая точка отказа. Но лидером-то может быть любой узел. да, он выберется, но есть промежуток между тем, что когда лидер выпал, обнаружили выпадение этого лидера и начался выбор лидера. И вот этот процесс выбора лидера на самом деле он может сильно затянуться. Если у нас лидер выпал, значит что-то плохо в нашей системе, возможно что-то сбоит, возможно сбоит сеть. и вот если у нас сеть сбоит настолько, что у нас отправка сообщения между двумя узлами, она сопоставима с election timeout, то получается, что сообщения начнут доходить до узлов, тогда когда у всех истечет election timeout, они все испустят сообщение, что я хочу быть лидером, у них случится split vote, они не получат, никто не получит поддержки большинства, они что начнут делать, они подождут еще timeout, снова еще что-то отправят, оно опять же все сплитнется и так далее, соответственно, вроде как у нас все плохо, нам нужно перевыбрать лидера быстро, он не перевыбирается быстро, это вот на самом деле такая практическая проблема вот таких вот протоколов, и причем оно происходит тогда, когда все плохо, когда все хорошо, все работает, там таймаутики быстро, сообщение быстро летает, быстро кого-то выбирают в течение динамический да, он будет увеличиваться, действительно, так и происходит на деле, но тем не менее, на скорость выбора это не влияет, у нас был таймаут 2 секунды, потом 4, потом 8, потом 16 пошел, потом уже и минута у нас простоя, а эта минута простоя, между прочим, там, не знаю, выбора лидера на базу данных, мастера базы данных, к примеру, это не очень хорошо, то есть, с одной стороны, оно простота простотой, но такие вещи практически возникают, что не всегда удобно, а с другой стороны, мы все говорили про запросы на запись, но вообще же, если мы пишем, но никогда не читаем, то мы можем благополучно писать какой-нибудь DevNull, мы получим тот же самый эффект, вот, соответственно, мы пишем ради того, чтобы когда-то это прочитать, вот, и что мы можем, как мы можем читать, если мы, например, все запросы на чтение отправляем на лидера, то мы получаем консистентную картину, соответственно, мы читаем самые свежие данные, вот, но лидер у нас один, ему может стать плохо, то есть, у него какая-то ограниченная пропускная способность, поэтому мы можем начать читать с фолловеров, но с фолловеров мы получим так называемую eventual consistency, то есть, если мы остановим запись, то когда-то мы прочитаем с фолловера актуальное значение, но когда мы прочитаем, неизвестно, вот, и здесь, на самом деле, есть еще один тонкий момент, вот, кто может заметить, то, что вот при чтении с лидера, всегда ли мы получим самое актуальное значение? На самом деле, мы не всегда получим самое актуальное значение, потому что может произойти разделение сети, у нас выберется новый лидер, а клиент, который коммуницирует со старым лидером, он будет думать, что это все еще новый лидер и будет пытаться читать с него. Например, у нас был вот этот узел лидером, все клиенты читали с него и писали, и читали, и получали актуальное значение. Все было хорошо. Он реплицировал, все было нормально, а потом произошло, например, вот такое разделение сети. Что дальше произошло? Сюда приходят записи, они реплицируются только сюда, они не становятся закомиченными, потому что на большинство отреплицировать мы не можем. Вот эти узлы, они теряют хердбиты регулярные от лидера, соответственно, они начинают что-то подозревать, что лидера нету, они выжидают свой election timeout, и кто-то из них становится кандидатом, получает поддержку большинства, переходит в лидера, шлет всем append entries, обозначает свое лидерство, и клиент уже, клиент, который вот здесь, мы клиент, мы, если раньше писали сюда, другой клиент, возможно, и мы, он уже начинает писать на нового лидера, потому что все записи через лидера. лидер реплицирует это на большинство, потому что он и эти два, это большинство, применяя своему конечному автомату, отвечает пользователем, все хорошо, а вот этот пользователь, он думает, что это еще лидер, и по факту он, в системе появились новые записи, но он читает старые записи. Поэтому при смене лидера может быть такая ситуация, что даже если мы читаем с лидером, мы все равно можем читать немного устаревшего лидера. Получается, когда старый, вообще, когда лидер делает этот, ну, регулярный сигнал, это хардвид, ему постоянно ответ приходит, да? Да, ему приходит ответ. Старый лидер, он почти сразу не должен разве отвалиться, ну, понимает, что что-то не так, раз ему вообще от большинства не приходит ответ. На самом деле, там можно, ну, он отвалится не сразу, он же все равно хью орбит эти шлет по какому-то тайм-ауту. несколько секунд есть. возможно, да. Но эта ситуация редкая, но она может возникнуть. Я, не уверен, что на хью орбиты требуется ответа. Ну, вроде как требуется, это было бы логично. проверить, что они живут. Ну, Ну, тут я до конца не уверен, я могу ошибаться. Здесь основное, для чего этот хью орбит служит, говорить, что я есть лидер и ингибировать вот этот вот election timeout, чтобы фолловер не стал кандидатом. что мы про RAP не поговорили. Мы не обозначили, хотя был вопрос, как компактизируется лог, как передается состояние от одного узла к новому узлу, который вот-вот был введен. такие эксплуатационные моменты. Ну, статьи они все описаны и в реальных приложениях они все проработаны. Другие протоколы, которые у нас есть, которые мы не рассмотрели, это view-stamped replication. На самом деле, это немного парадоксальная ситуация, потому что этот протокол, он появился чуть раньше, чем Paxos даже на год. Он был предложен Барбарой Лисков, если знаете, кто такая, это вот принцип подстановки Лисков в объектно-ориентированном программировании. Это буковка L в Solid. Причем, это очень известный ученый. И тот алгоритм, который был описан, он был довольно практически описан. Он не согласовал какое-то абстрактное одно значение, а там действительно был какой-то выбор лидера. После того, как был выбор лидера, начиналась механика, как реплицировать лог. Все было очень похоже на RAV. Точнее, RAV в этом плане похож на, больше похож на view-stamped replication. То, что в RAV-те мы называли термом, оно view-stamped replication называлось view, представление. И был процесс перехода от одного view к другому, когда менялся лидер, тот узел, который принимал запросы. И в целом там даже был протокол, заложены команды на изменение состава кластера, на передачу состояния. То есть она была такая очень практически приближенная. И почему Paxos популярнее не очень понятно. В общем, это очень странно, это какой-то исторический парадокс. В общем-то алгоритм незаслуженно непопулярен. Другой алгоритм это ZooKeeper Atomic Broadcast. Кто слышал что-нибудь про ZooKeeper? Кавка используют, да, это хорошо. Он лежит, как ни странно, ZooKeeper Atomic Broadcast лежит под капотом у ZooKeeper. При этом он очень похож на RAV в том плане, что у нас это тоже алгоритм репликации, у нас всегда работаем со строго выделенным лидером, ключевым отличием является то, что лидер там выбирается в две фазы. Если в RAV мы накладывали ограничения на то, кто может быть лидером, а лидером могут быть только узлы с достаточно свежим логом, то в ZooKeeper Atomic Broadcast сначала выбирается такой предполагаемый лидер, на котором сошлось большинство, и потом если вдруг у него недостаточное состояние и отсталое состояние, то он синхронизирует это состояние и после этого уже становится лидером. То есть это, как отмечают авторы статьи про RAV это такое усложнение протокола. Хотя на самом деле возможно это было бы быстрее, то есть мы меньше ограничений накладываем на лидера, соответственно он выберется быстрее. Возможно. Не очень понятно. Мы устали, не устали, у нас есть время? Максимум 25 минут осталось, да? Что мы будем делать? Может без перерыва, да? Ну да, без перерыва, да. А к тому, что сейчас на самом деле самое сложное прошло, сейчас мы просто посмотрим на приложение вот этих вещей. Зачем вообще нам писать приложение? Протоколы, как мы увидели, они не самые простые, а когда мы начинаем их реализовывать, то получается вообще очень сложно. Соответственно было бы странно, что если бы каждый раз, когда мы решаем какую-то задачу, нам нужно было бы реализовывать протокол. При этом сами протоколы они достаточно низковыровневые, либо сходятся на каком-то значении, либо реплицируют какой-то лог. Как правило, в наших повседневных задачах нам надо совсем не это. Соответственно, а, и плюс к тому, что поскольку должны быть кворумы, должен быть определенный деплой. Может быть, нашему приложению неудобно деплоиться в 3 экземпляра или в 5 экземпляров, может быть, необходимо 100 экземпляров. Поэтому очень удобно получается выделить консенсус в отдельный сервис и предоставлять на его основе какой-то более высоковыровневый примитив для синхронизации. Изначально такой подход был применен в Google Tube. Это внутригугловый сервис распределенных блокировок и координации используется во многих гугловых продуктах. Есть статья про него и после этой статьи как раз появились многие другие решения, в том числе и ZooKeeper. Это проект с открытым исходным кодом, он изначально появился в Apache, написан на Java, к нашей с вами радости. И под капотом у него лежит звуки пиратами Broadcast. Что он умеет делать? Он умеет давать нам брать распределенные локи, умеет делать нам кластеры membership, это актуальный список того, какие у нас узлы сейчас есть в кластере. На основе этого можно делать распределенный мониторинг и сервис discovery. То есть мы говорим, мы хотим общаться с такой-то базой данных, дай нам ее адреса, и мы получим актуальный список адресов этой базы данных. Если какой-то узел базы данных выпадает, то из этого списка автоматом этот узел исчезает. Причем это все консистентно и не может быть такого, что два клиента прочитают разные состав кластеров. Как вообще, то есть здесь сейчас идея в том, что рассказать, как выглядит высокоуровневые примитивы, потому что с низкоуровневыми примитивами и атомами к бродкастам и одним значением никто не работает. В Зукипере лежит модель данных такая, как очень похожа на файловую систему. У нас есть дерево каких-то значений, и каждое значение может быть либо персистентным, либо эфемерным. И вот в этой эфемерности кроется одна из сильных сторон Зукипера. Что такое эфемерный узел? Эфемерный узел это тот узел, когда каждый клиент, когда соединяется с кластером Зукипера, он создает такую виртуальную сессию. И эта сессия жива, пока жив клиент, пока там идут фернбиты. И если в рамках этой сессии создается эфемерный узел, то этот узел живет ровно тогда, когда живет эта сессия. Если сессия протухает, то этот узел автоматом удаляется. И это используется на практике. Дальше мы посмотрим. И дальше есть последовательные узлы. Последовательные это что такое? Это мы говорим Зукиперу, создай нам последовательный узел такой-то директории. Он создаст подузел, у которого будет суффикс какой-то чиселкой, эта чиселка будет монотонно возрастать и никогда не повторится. Такая последовательность узлов. Вот так выглядит модель данных. Здесь все просто. Можно воспринимать как файловую систему. Набор узлов организованных деревом. API над этим понятно какой. Мы можем создавать, удалять, обновлять, удалять узлы. И также в чем еще одна сильная сторона, и она тоже навеяна, вроде как из Google Chubb она пришла, то, что мы можем навешивать в отче на изменение узлов. То есть клиент может подписаться на изменение узла, когда с этим узлом что-то произойдет, либо в нем изменятся данные, либо узел удалится, либо изменится состав его детей, нам придет уведомление, что-то поменялось. Но все это запрятано под каким-то своим бинарным протоколом. Если мы поднимем ZooKeeper, заходим с ним повзаимодействовать, нам нужно установить ZooKeeper command-line интерфейс тулзы, читать мануал, которого, как правило, там нету, соответственно, нам надо будет идти на стек-эверфлоу, в смысле нет мануала, нет командочки main zk-клиент. Сейчас мы посмотрим, как организован сервис Discovery. У нас вот это облачко, это ZooKeeper, в нем есть один узел корневой, например, с именем сервис. Есть набор каких-то наблюдателей, которые хотят знать о состоянии кластера. Они навешивают watch на вот этот узел, после этого появляется экземпляр какого-то сервиса. Что делает экземпляр этого сервиса? Он создает эфемерный узел, как дочерний, к нашему исходному узлу, при этом watcher приходит событие, что у сервиса появился узел, изменился состав детей. И в этот момент watcher может перечитать состав детей сервиса и увидеть, что там появился один экземпляр сервиса. Точно так же появляется второй экземпляр сервиса. Watcher приходит изменение, уведомление, что что-то поменялось. они перечитывают и видят, что сейчас в кластере два инстанса. Теперь одному инстансу стало плохо, его сессия с тем эфемерным его сессия протухла, и, соответственно, тот эфемерный узел, который он создал в рамках этой сессии, он пропадает. Это тоже изменение узла, и оно отправляется watcher, и они видят, что очень быстро узнают, что состав кластера поменялся. И теперь, например, с инстанс один нам взаимодействовать не надо, нужно взаимодействовать только с инстанс два. Вот такой сервис discovery и кластер membership. А это уже более такое высокоуровневое API, и это реально работает на практике. То есть мы строим приложение, мы общаемся вот в таких терминах. Следующий пример то, что распределенный, как делается распределенная блокировка. Мы здесь как раз используем наши последовательные узлы довольно хитрым образом. Вот у нас есть несколько экземпляров приложения, они хотят захватить эксклюзивно какой-то лог. Например, чтобы начать выполнять таску с самого начала, как мы говорили, списывать у кого-то деньги и куда-то что-то записывать, оказывать какие-то услуги. Но главное, чтобы такая таска в каждый момент времени работала только в одном экземпляре. Каждый из этих вот инстансов создает узел дочерний, он говорит создание эфемерный и секвенциальный и создается пачка эфемерных узлов. При этом в шарике написано ID-шник инстанса, который создал этот узел. Они могли создаться в каком угодно порядке, но ключевой момент, что здесь секвенциальные узлы и вот этот номер переиспользован не будет. Вот этот лог 0, лог 1, лог 2. Дальше они смотрят, кто же создал первый самый, а самый первый лог 0 создал второй экземпляр, и поэтому раз он самый первый, значит он захватил этот лог. И он начинает что-то работать, что-то выполнять полезные действия. При этом дальше хитрый момент, то, что другие инстансы, которым не удалось захватить лог, они вешают watch на предыдущий по на предыдущий номер относительно того, который они создали. Они слушают тот предыдущий, ну, понятно, что они слушают. Дальше, например, инстансу 2 стало плохо, или мы его выключили, то сессия его порвалась, поскольку узел, который он создал, был эфемерный узел, этот лог 0, то он исчезает. А в этом исчезновении приходит watch instance 3, он перечитывает содержимое узла лог его детей, и видит, что теперь минимальный секвенциальный номер, который создан, создан им, поэтому лог его. И он начинает работать. То есть вот такие вот примитивы, они более высокоуровневые, они уже позволяют нам практически решать какие-то задачки. Другой пример, это следующий продукт, это консул, кто слышал про консул? Нет, здесь кластер, это облачко, это кластер, понятное дело, это не один узел. Кто слышал про консул что-нибудь? В кавке не используется, да. консул это, если звукибер появился относительно давно, то консул появился относительно недавно. Создателей тоже много чего заимствовано из чуби, написано это уже не на джаве, а на гу, как ныне модно, и под капотом там уже лежит рафт, то есть прямо все новое, модное, молодежное вообще. И продукт этот позиционирует себя как сервис меш, это такой промежуточный слой в экосистеме, который обеспечивает связность всяких сервисов, это очень модно в микросервисах, чтобы был выделен какой-то слой, через который все они коммуницировали, узнавали друг о друге, проверяли живость друг друга, и все это происходило быстро. Там под капотом лежит то же самое k-value хранилища, с которым мы можем как-то работать, при этом можно посмотреть, что под этим k-value хранилищем лежит, там лежит mdb, go-mdb, и вот это go-mdb является вот этим конечным автоматом, который применяется командой, который реплицируется RAFT-ом, то есть прямо все как надо, и при этом это там не бинарный, мы взаимодействуем с сервисом, не каким-то бинарным протоколом самописным, для которого нужно устанавливать тузы, писать какие-то портированные порты на разные языки, если мы работаем не на Java, там простой HTTP-шный REST-апи, вот, также в консуле есть сессии, но они более прокачаны, чем звукиперные сессии, потому что на сессию мы можем навесить разных health-чеков, если какой-то health-чек например ломается, то сессия протухает, и все, что было захвачено в рамках этой сессии, оно точно так же отпускается, вот, как это работает, сейчас мы быстренько посмотрим, еще чуть-чуть больше, так видно? вот, что мы берем, есть докер, этот, как его, докерный образ у нас есть, ой, так, что-то я не то открыл, так, а, нет, на самом деле не надо, у меня у меня уже на самом деле докер запущен, и поэтому мы что можем сделать, мы можем, ой, не докер запущен, а консул, у него есть довольно приятный бьюзерский интерфейс, здесь вот видно, например, KeyValue, здесь у нас есть какой-то сервис, создан мой сервис и лидер, это я уже создал, вот, теперь как это выглядит из, плохо, что я тут не подготовился чуть-чуть, теперь, например, чтобы, мы что делаем, мы хотим при помощи консула взять распределенную блокировку, для этого нам нужно сначала создать сессию, для этого мы делаем такой вот вызов к RedStap на создание сессии, вот, получили какой-то идентификатор, к примеру, у нас смежный процесс тоже хочет создать, захватить этот же лог, он тоже создает сессию, мы получили две разных сессии, теперь мы хотим захватить лидерство с этой сессии, то есть мы берем и пытаемся создать какой-то узел, указав вот эту сессию, например, положим туда значение не можем это сделать, потому что у нас висит другая сессия, почему холст? что-то пошло не так, бог сошелся, сошелся. Так, мы обязаны сессию садить. Угу. получается все если вы могли заметить мы создали узел точнее мы обновили узел при этом указали то с какой сессии мы это обновили на самом деле здесь такая семантика compare and set с этой сессии если мы захотим соседней сессии захватить вот этот вот узел вот мы уже нам возвращается полос потому что мы не можем создать потому что он создан с другой сессии это сессия еще жива вот при этом мы хотим послушать ну с одной стороны мы можем постоянно опрашивать не можем ли мы создать но это не очень хорошо поэтому мы подписываемся на изменения и как мы это делаем мы читаем значение этого узла и здесь есть так называемый модифай индекс это вот последовательный номер изменения который в нормальной ситуации всегда возрастает соответственно мы можем взять и сделать такую штуку как лонг полинг вот этого изменения мы говорим что мы подписываемся на изменение этого узла и теперь как мы видим наш вот этот запрос он заблокировался что мы дальше делаем мы можем например у нас предыдущий лидер кто захватил эту сессию мы меняем например значение в узле и опа у нас нам мы на наш заблокировавший запрос он разблокировался и вернул новое значение здесь вот поменялось если здесь раньше было вот такое значение это b64 от фу сейчас стало b64 от бар можем также теперь у нас модифай индекс вырос мы снова на него подписываемся и теперь мы например симулируем то что сессия у нас то что у нас сессия первая того первого первого процесса который захватил она например отвалилась почему-то потому что отвалился процесс и в этот момент мы тоже получаем что у нас чтение разблокировалась и при этом в новом значении мы видим что сессии нет уже его никто не держит если мы сейчас попытаемся захватить эту блокировочку то мы успешно захватываем то есть такой получается такой простой htp что ты баристовый api соответственно его можно даже чуть не в скриптах использовать ваш скриптах и распределенно брать локи и быть уверенным что два баш скрипта на разных машинах не начнут делать одно и то же с базой данных вот на самом деле ваш скрипт это не очень как сказать удачно но различные операционные штуки которые пишут админ и они очень любят такие интерфейсы и получается хорошее использование когда мы имеется ввиду что как сессии работают а когда мы создаем сессию если правильно понимаю мы можем там на самом деле деплой консула в продакшене он немного хитрее там деплоится отдельно приложение она может быть двух ролях она может быть сервером и те приложения которые в сервере играют роль сервера они как раз участвуют в графте они содержат значение есть агенты вот агенты ставятся локально по всему по всем узлам где у нас есть наши клиентские приложения и мы взаимодействуем с консулом через агент дальше когда мы создаем сессию какую-то мы можем указать набор холст чеков и пока эти холст чеки будут живы хотя пока хотя бы один не сломается то сессия будет жива вот и этих холст чеки может быть что угодно это может быть там проверка живости нашего клиентского приложения либо проверка живость еще чего-то то есть с точки зрения относительно звуки пера здесь более богатая 5 более гибкий что можно сделать вот я надеюсь я не наврал потому что не очень большой опыт использования консулу вот ну на самом деле на этом все